Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ожидаем, особенно в нашем телеграм-чате, кто не в курсе, у нас есть телеграм-канал, телеграм-чат, особенно телеграм-чат, там иногда проходят какие-то дискуссии и так далее. Ссылка в описании к ролику и в описании к каналу. Так вот, неоднократно вставал вопрос косметического ремонта в старом фонде. Не просто такого, как ЖКХ ремонт, да, что ты пришел кое-чем, хоть как-то перемазал, там как-то перекрасил, а такого попытка в добротный косметический ремонт. Не в комплексную реставрацию, а попытка в добротный косметический ремонт. Как бы можно добротно косметически отремонтировать, чтобы это прослужило еще несколько лет. Я пытался, писал какие-то теоретические там выкладки, как это делается, мы так же делаем, но на канале видео не было по этому поводу. Сейчас видео будет, собственно, вы его и смотрите. В самом начале, самое важное, я сейчас снимаю на другом объекте и сейчас поеду на нужный мне объект, где будет вести, собственно, работа. Так вот, в самом начале самое важное. Этот видеоролик, он только про выполнение работы. Не про отношения между людьми, не про взаимоотношения, а про выполнение работы. Как можно сделать и так далее. Предупреждаю, если будут комментарии о собственниках квартиры, где мы будем выполнять работу, о соседях собственников квартиры, я буду расценивать это как личное оскорбление и автор таких комментариев и такого комментария будет заводен навсегда. И не важно, что он с нами был там все время, там, пять лет нашего канала. Я надеюсь, я понятно выразился. В том месте, куда мы пойдем, там ситуация, ну, такая, не тривиальная ситуация, сложная. Это будет полезно тем, кто хочет делать дома капитальный у себя ремонт и хочет разгружать перекрытие. Ну, зачем-то он хочет сделать новый пол, новую стяжку, еще что-то. Так вот, может произойти такое. Не обязательно оно произойдет, но произойти такое может. О чем речь? Правильно, речь о вспорхнувших, о взлетевших потолках. Делался ремонт. Были разгружены перекрытия. Дом исторический, старый. Соответственно, он весь вот так. Я сейчас чуть-чуть подниму, телефон покажу. Что у меня за спиной? Это приблизительно такое же. Видите, у меня за спиной там есть просадочка небольшая. Ну, как-то такой. Вот. Вот здесь за спиной у меня лучше будет видно, да? Видно, что карниз, он прогнутый. Это его нормальное положение. Ему больше ста лет. Весь дом немножко прогнулся на деревянных перекрытиях. За моей спиной получается стена деревянная. Вот с этой стороны несущая стена, с этой стороны несущая. Длина балки, по-моему, 6 метров, может, чуть больше. Соответственно, все чуть-чуть прогнулось. Так, поставлю обратно. Так вот, оно было вот так все, а когда разгрузили перекрытие, то перекрытие ушло вверх. Ну, сделало вот так, оно выровнялось, оно из такого положения стало вот таким, ровным. А стеновая часть карниза, она осталась. И разница вот в этом прыжке максимуме составила, наверное, сантиметров 5 в самом жирном месте, в самом таком разрушенном месте. так что, если вы хотите сделать ремонт у себя дома и хотите затронуть перекрытие каким-то образом в старом фоне, помните, что может и такое произойти. Возвращаясь к тому, что я говорил, да, что никаких комментариев в сторону собственников квартиры, где мы будем находиться, в сторону соседей, собственно, которых перекрытие поднялось, которые разгрузили это перекрытие. Я не хочу как бы сильно углубляться, но я скажу вскользь для тех, кто может быть немного в курсе ситуации, что бывает так, что вот виноватых нет. Ну вот нет, потому что снизу соседи, они не виноваты, что у них получился подъем за потолка, а сверху им пришлось разгрузить перекрытие. Так бывает. То есть, когда вот ситуация появилась, а виноватых каких-то сторон и не найти. А те, кто действительно как бы несет ответственность и виноват в ситуации, они таковыми быть не могут. Ну вот бывает так. Есть такое хорошее утверждение, когда ты услышал какого-то строителя военного. Кто кем? Хвост кошкой или кошка хвостом? Как там? Сапиен десант, да? К тому, кто понимает, кто понял, о чему говорю. Так вот, кошка хвостом или хвост кошкой. Виноватых нет. Есть просто ситуация вот такая, когда перекрытия по всей квартире немножко поднялись. Я пишу на другом объекте, потому что там я буду уже работать сразу непосредственно. У меня не будет времени для того, чтобы этот сряд записывать. И немножечко, такой чуть-чуть предыстории для понимания, потому что у многих будет вопрос, ну взлетели и взлетели, ну сделай ты ремонт. Так вот, в этой квартире, где мы сейчас будем выполнять работы, в ней живут люди преклонного возраста, прям преклонного возраста. Люди, которым не хочется куда-то выходить, уходить. Они живут там, возможно, с самого рождения, мне это неизвестно, но они живут там всегда, всегда живут в этой квартире. И у них есть возможность, и у их детей есть возможность сделать не один ремонт у себя, а несколько ремонтов одновременно в этой своей квартире, но они этого не хотят. Поэтому гипрок они не хотят, натяжной потолок не хотят, они хотят, чтобы было так, как было у них всегда. И самое это интересное для меня лично, почему я вписался в эту тему, потому что мы сейчас закончили огроменный наш проект, который там нескромно, вот он появился, да? И после такого, после такого огромного масштаба мне хотелось просто, ну, вмазаться еще покруче. То есть это было круто, это было очень круто. А вот обычные какие-то потолки, они для меня уже обычные, это уже не оказывается влияние на центральную нервную систему, я хочу серьезно, я хочу еще больше стряску. А стряск состоит в том, что люди, которые живут в этой квартире, получается, где вот спрыгнули потолки, они не хотят оттуда уходить, они живут и живут, да оно там спрыгнуло, оно там все-то обвалилось, эти куски карниза, они такие, ну, мы тут жили всегда и будем тут жить, и что ты нам сделаешь? Ну, что ничего, вот все, упёрлись и все. И сейчас конец лета, и всем родственникам удалось их как-то упросить уехать до осени на дачу и в это время быстро-быстро-быстро что-то сделать. И поэтому у нас какие-то очень сильно сжатые сроки и очень серьезная работа, представим. Так что, я все время прыгаю с мысли на мысли, ну, такой стиль, у меня нет срежиссированного листочка, я просто вот пришел и мне надо быстро записать. Так вот, ремонт здесь невозможен другой. Они не хотят, не хотят натяжных потолков, не хотят гипсокартон, не хотят новую штукатулку, не хотят ничего. Они хотят, чтобы было так, как было, верните, как было. Но мы не можем вернуть, как было, из-за измененной геометрии. Геометрию нам не поменять, пригрузить обратно нельзя. Не получится рассчитать так нагрузки, чтобы обратно пригрузить. И нельзя, не только по этому поводу, по поводу того, что, ну, просто нельзя. Нельзя обратно вернуть, вот так в геометрию, обратно прогнуть этот потолок. Все, нельзя. И нам надо вернуть, как было. Просто, вот, конкретно задача вернуть, как было. И в очень жательной сроке. Ну, такое вот предисловие, оно длинное. Ну, я надеюсь, что я как-то донес мысль, поскольку мы уже пойдем, я буду напрямую прям снимать, ставлю потом под съемочку, я делал какую-то там чего-то. И покажем, что там происходит. Квартиру нам освободили за, получается, за неделю с копейками, пока мы раскачались, еще неделя прошла. То есть освободили даже не квартиру, а две комнаты, самых таких разрушенных. Убрали там в кухню, в другую комнату, убирали мебель, там жилая полностью квартира, с ванными я был там, когда там была, ну, как бы, вся мебель стояла, то есть там диван, шкафы, ну, как бы, торшеры, все эти дела. И, это, стоило серьезных усилий, просто скомпоновать, убрать, расчистили две комнаты. И нам предоставили такую возможность, все расчистили нам, дали возможность работать пока что в двух комнатах. Они самые-самые такие серьезные, поскольку они находятся ровно по центру квартиры, где вот эта вот, как бы не амплитуда, где вот эта подвижка имеет самое большое выражение, прям серьезное, прям по центру. Ладно, сейчас поедем туда и начнем работать. Я уже по ходу покажу, ну, правильного исполнения для таких вещей, я не знаю. Я делаю по собственному усмотрению, стараясь по максимуму сохранить обои, пол, потому что, ну, чтобы не чинить эти обои, чтобы не чинить пол. Они такие, как бы, в возрасте, но они вполне себе хорошо себя чувствуют. Надо все аккуратно закрывать, укрывать и очень сильно об этом хорошо думать, чтобы не получилось так, чтобы потом еще реставрировать обои. Значит, поедем, посмотрим, и уже оттуда будем ввести, как бы, информационную часть обои. Так, ну, что, на месте. Значит, видим, туда уходит комната, и туда уходит, и вот туда направо еще одна комната, и там еще одна комната. Трехкомнатная квартира получается, и здесь туда кухня, и там ванная комната. И мы находимся в прихожей сейчас. За мной дверка прихожей. Вот он. Старая квартира, старый фонд. Дом, я не помню, даже не смотрел, какой год. Здесь деревянные балки. Это, возможно, даже, это самое, 19-е столетие, скорее всего. Это не суть. Здесь деревянные балки. Деревянные, не металл. Так, что у нас есть на данный момент? На кухне есть, смотрим, чего есть, потому что мы когда-то, может быть, сюда дойдем. На кухне, вон сюда снесли все, зелень, цветочки, все. Это живая квартира была, буквально неделю назад. Здесь есть небольшие трещины, я вижу, может быть, и тоже видите. А вот здесь, надо мной, во, разрыв. Ну так, тут, видимо, был ремонт какой-то, а может быть и нет, потому что есть кусочек, вон карниза проглядывает. Ну что-то тут порвало, где-то местами. Не сильно. Ну вот все, что ближе к центру комнаты получается. Не комнаты, простите, квартиры. Вот единственный такой крупный разрыв я вижу здесь. Ну ладно. Тут антрясонка какая-то, это нам неинтересно. В коридоре, вот здесь, в прихожей, в прихожей, в прихожей вот здесь небольшие трещины, вот они, раз, и вот тут два, над входом сюда. Такое что-то. То есть весь центр, получается, квартира, как бы вот там несущая, получается стенка, вот она вдоль туда идет, несущая стена, там шкафы какие-то. И вот там, на улице тоже, в ту сторону, там тоже несущая. Длина, наверное, ну 9 метров, 8, наверное, вот так будет. Я не знаю, я не мерил, но не суть, это обычный стандартный дом. Скорее всего, около 8 метров длина. Дальше коридор. Нам повезло, нам очень сильно повезло, поскольку вот в этом коридорчике, маленький узкий коридор, здесь был ремонт, и здесь гипрок. И этот гипрок, какой-то может быть 90-х годах, и этот гипрок, он в стены, то есть он не крепится вверх. То есть здесь без утрат абсолютно. Здесь очень классно, здесь супер. Так, напротив, идем дальше. Смотрим, что напротив происходит. Напротив, мы не можем войти, потому что там куча вещей, там все полностью забили, из двух комнат, полностью жилая квартира. У меня нет фото, ну и это не нужно смотреть, это реально, как бы, довольно интимная тема, то есть вещи, которые находятся в доме. То есть там все вещи, туда как-то сложили, и слава богу, все, мы о них не думаем. Ну, пошли смотреть разрушение. Заходим в дальнюю комнату, как бы, в той стороне, как бы, прихожая у нас, а мы заходим в дальнюю комнату. А вот так. Смотрите внимательно, тот, кто хочет делать себе эти самые. ремонты. Смотрите внимательно, как может происходить. Что может происходить под вами? Это реальная картина. То есть я вижу подъем там в районе 3 сантиметров, наверное. Вот здесь самое жесткое. Здесь, думаю, сантиметра 4 до 5. Угол, угол мы спасли. Мы с Сашей приходили сюда, сегодня у нас вторник, а мы приходили в субботу. Ну, прийти, посмотреть тактику, выбрать, надо выбрать тактику было. И я подснимал там вот этот угол. Я потом вставлю, когда закончу вот это ознакомление, я потом вставлю где-то вставкой, как мы сняли его. Мы его сняли, мы его сдемонтировали, прям лестнице поставили и прям аккуратно, аккуратно его сдемонтировали. Ну, он пополам пошел, конечно, но это не суть. Он целый, мы можем его вернуть. Самое главное, что мы можем этот угол вернуть. Вот он. То есть он был там, он отвисал, получилось что? Что получилось? Понятное дело, вот я стою в горизонте, я держу камеру сейчас прямо в горизонте, как вот я думаю, что это горизонт. И здесь полностью видно, для меня видно, что это опускание. А ну-ка я попробую сейчас, а не, мне не включить этот самый. Широкий угол сейчас, чтобы на широком углу. А ну-ка я попробую включить. Так, вот широкий угол теперь. Сейчас широкий угол. Ну вот видно, я думаю, видно, понятно, что это все вот так просаживается вниз. И естественно, стены остались на старом своем месте, а потолок поднялся вверх. То есть он тоже был как бы пригружен, все вместе оно просаживалось, то, что я рассказывал, да. И вот здесь сверху видно, как будто бы в линзу. На самом деле нет, на самом деле потолок ушел вверх, а вот эти части, которые справа и слева, части карниза, вот она, которая, вот-вот-вот-вот упадет, да. Вот она. Вот эти части, эти части, они как бы просто висят сейчас, потому что они еще пока не упали. То есть потолок сейчас встал в свою родную позицию, в свое родное место. Получается так. И естественно, туда там огромная щель, туда, туда и туда. Здесь угол остался с потолком, как бы когда все это вспрыгнуло, угол здесь, лепной, остался с потолком. А вот здесь он остался как бы между ними, из той части, из этой. и он хотел упасть, и мы его сняли. Ну, где-то в подсъеме это будет. Проявились трещины, конечно, здесь были какие-то ремонты в каких-то 90-х, там, когда-то, там, давно. Мы уже, я вот поднимался, там чуть-чуть смотрел, там есть серпянка где-то, ну, трещины чуть проявились. Естественно, такая подвижка. Ну, все, в принципе, выглядит как будто бы целое. Я поднимался вон на лестничке, вот такой, как бы на стремяночке смотрел, вроде бы конструктив и сделал вполне себе целый. И с той стороны, та комната, которая завалена вещами, там тоже есть трещина, она не такая большая, но она уже, как бы конец квартиры. Вот. Ну, потом, может быть, дойдем туда и посмотрим, как там. Ну, тут, конечно же, упал был кусок карниза. Тут, жилая была комната, полностью все жилое, да, то есть вещи, там, кровать, все обвалилось. Как-то так, как-то так это работает. Ладно, пошли еще одну посмотрим. Скажем, вот это у нас есть, зеленая какая-то комната, у нас еще есть красная. Пойдем туда. Кстати, надо не забыть, а вспомнить, снять люстры вот в этих комнатах везде. Здесь такая же схожая картина. Мы уже завезли сюда туры, завезли сюда кучу материала и сейчас будем заниматься укрыванием. Ну, давай смотреть, пойдем от окон. Тут ничего такого, тут просто трещинка где-то, вот чуть-чуть там что-то потрещало, это ладно. А вот разворачиваемся сюда и видим вот такую картину. Тут не так страшно, ну, не так страшно. Мы поднимались вверх, там тоже реально там сантиметра четыре, наверное, вон кусок висит, он хочет оттуда уйти. Здесь тоже подъем вот до этого места получается, до, как бы, до дверного проема. Вот дверной проем, здесь мы знаем, да, как здесь устроено. Скорее всего, здесь доски вот так идут и поэтому это место чуть ослаблено и оно здесь, как бы, остался карниз здесь со стеной полностью, а туда вот, то есть, что дальше, в центр квартиры, оно все вот так поднялось. Хотя, больше всего поднялось вот той части, если считать, что у нас вот там прихожая, то вот ближе туда, к самому центру. Поскольку здесь уже каких-то разрывов нет, ну, видна тут трещина какая-то большая есть там, в самом, в самом, в самой середине. Вот этот центр, он точно выпадет, скорее всего, вот этот весь блок уйдет оттуда, ну, поскольку там поднятие серьезное. на самом деле, вот такая картина у нас. И цель сделать здесь некий такой ремонт, вернуть, как оно было, чтобы оно было вот там приблизительно, да? Вон, видно, трещины подскрылись, ну, понятное дело, все, оно чуть-чуть видоизменилось, оно чуть-чуть поменяло геометрию, оно сделало себя ровным, потолок вот так стал, ровно, а он был прогнув, как бы прогнувший был, ну, из-за того, что, я сейчас покажу с другого ракурса, как это. Вот отсюда, если смотреть, хорошо видно, вот здесь прогиб, то есть, это был исторический прогиб, сотню лет, как минимум, это все тихонечко, тихонечко прогибалось, прогибалось под собственным весом, тихонечко, тихонечко, но потом произошло вот это выравнивание потолка, и вот такое получилось. Еще раз, смотрите внимательно, те, кто хочет делать у себя демонтаж, и под ним живут люди, вот так может произойти и в вашем случае тоже, есть не самое, ну, как бы не нулевая вероятность такого. Вот. Значит, задача, в чем стоит задача наша? Так, а это под съемочку я делаю, мы зашли с Сашей, посмотреть вообще, что тут происходит. Вот видно, угол почти отвалился, мы сейчас, мы зашли, у нас ничего нет, ни инструментов, ничего, тут еще мусор, собственники убрали просто, ну, как бы, в комнаты стащили всю мебель, освободили, но не убирали дальше, оставили нам убрать, и как бы, вот, угол вообще отходит, мы, наверное, сейчас, вот, какая, мы его сейчас снимем, ты в черном, дома в черном, мы его сейчас снимем, да, попробуем его снять, если получится, просто, вон, картонки какие-то там есть, мы на картоночку, аккуратно, пускай лежит, отдыхает, потому что может упасть, этому-то норму, я поднимался вверх, смотрел, он, как бы, с потолком остался, а вот этот, получается, остался с нижней частью, и там гвозди, почему-то, очень тонкие, тонкие, ну, я, может быть, покажу, если мне будет удобно это сделать, эти вот разрывы, ну, понятное дело, но угол можно попытаться спасти, потому что, если он сам упадет, то он разобьется, очень сильно разобьется, ну, если я уже пришел сюда, да, ой-ой-ой, подо мной эта лестница, не-нет, подержи, просто подержи меня, вот так вот там, тут для понимания, вот так, и этот угол, он висит сейчас, да, он висит опасно, у нас, естественно, нет никаких инструментов, ничего, мы просто пришли посмотреть, что происходит, там видно, вон там видно гвоздь, какой тоненький, вот-вот-вот-вот там, вот, вот там такой тонюсенький гвоздик, истонченный, он еще один подтарчивает, да, это может упасть, потому что она ни на чем не держится ни на гвоздях ни на чем оторвало нам бы его как-то попробовать аккуратно снять потому что если он видно 5 сантиметров 4 5 сантиметров вот тут короче если мы его так оставим может упасть он и так ой слушай подо мной падает не нет еще делаешь вообще она гнется подо мной стричь из этой лестнице не не ребята потому что видом давно сломался потому что вот ну как бы видно вот тут темненько это уже какая-то вот это вот пепел что такое зола которая попала уже в разлом он давно уже был треснувший но сейчас он уже полностью сломался встречу с назем либо это кованый гвоздь они вышли эти гвозди просто сразу то есть получается его два гвоздя всего его держала и вот они как подвинулся этот потолок так они выскользнули короче получается хоп и доска вот так осталось и они повисли только на подмазке ну хорошо что мы его спасли иначе был бы геморрой надо было бы формовать расчищать а мы не хотим же трогать как бы запитости сумка мы будем ремонтировать мы не будем это чистить мы оставим все как оно есть реальности как оно есть то есть в этом и суть то есть такого скажем не то чтобы ремонта а такого прям в основном задача восстановить сделать так как оно было какой-то полтергейст у тебя прикатился шарик тут живут люди которые хотят чтобы у них было так как у них было всегда оно уже из-за этой геометрии потолка не получится но хотя бы вот так мы сможем что-то сделать расчищать если чего не будет потому что это не является таким процессом нам нужно вернуть как бы его как бы так в чем состоит наша основная задача основная задача состоит в том чтобы укрыть чтобы не тронуть ни обои не пол чтобы произвести работу только точечно там где она нужна то есть на потолках вернуть потолки в какой-то эстетический такой вид и подукрепить все разукрепить чтобы это потеряла какую-то возможную аварийность чтобы это стало без аварийным и нам нужно работать с обоями нам нужно их укрывать первую очередь укрыто ну первую очередь понятно нужно укрыть пол потом нужно укрыть обои и только после этого уже подходить каким-то демонтажным аккуратным работ здесь мебель всю убрали все отсюда вынесли но все равно осталось на полу кое-что тут и времени тоже у собственников нет и нам предстоит чего нам предстоит сначала закрыть я покажу постепенно как мы сделаем чего мы сделаем логика такая нам нужно будет по полу все укрыть гофрокартон дальше арголит по стенам мы подумали так я саша хотела мягкая я не захотел мягкой пленкой я захотел в пленку пожестче поэтому мы везде по периметру вкрутимся в карниз на рейку мы вкрутим рейку в самый низ карниза к ней степлером пришлепнем пленку она будет свисать тут как-то оформим вот это вот чтобы защитить сам угол здесь внизу и после этого когда мы сделаем основной этап работ мы рейку удалим с пленкой и возьмем обычную какую-то нежный какой-то скотч и уже по краю вот здесь как бы обоих последние и доделаем низ так будет самое такое эффективное скорее всего по моему мнению я буду поступать как какие-то там вот я вижу в углу трещинка что такое это можно аккуратно заделать уже потом самое важное это вот вот эти вот места и самое так чего что вы нельзя здесь сделать просто так то есть как бы просто свести как есть собственники этой квартиры они хотят чтобы мы что-то придумали здесь как-то выкрутили вы ну как бы сделали это эстетичным они просто как бы шлеп 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 тяп тяп лят и все и готово то есть надо придумать как это сделать эстетично что можно с этим сделать так что сначала мы вот начали уже подметать мы уберем здесь закроем пол гафократон арголит потом сюда стащим все туры разложим здесь туру скорее всего так и потом кроем пол там и потом начнем заниматься уже стенами двух комнатах у нас будет две туры там там и мы сможем работать уже полную силу главное нам надо укрыть хорошо обои чтобы их не ремонтировать ни в коем случае и да еще раз возвращаюсь я говорил типа можно было бы сделать ремонт можно сделать новый можно сделать новый потолок из гипсокартона из не знаю штукатурный новый потолок можно сделать такой новый этакий у нас нет во первых времени а во вторых воли воли заказчиков конкретно воли людей которые здесь живут и и здесь нет то есть они хотят чтобы у них было так как у них было им не надо новые никто здесь нового ничего не хочет да самое простое малой кровью было бы это поставить здесь ну как бы установить натяжной потолок это понятно это всем понятно но этот натяжной потолок никому мягко говоря вообще не нужен здесь нужно сделать так как было чтоб все выглядело и все чтоб все было так как оно было до такого вот момента до таких вот инцидентов ну чё как говорил сначала гофрокартон чтобы защитить пол потом дальше вот так эти поперек вот такая типа вдоль вдоль и вонный или ей и вонный и вонный и по вдоль ну вот приблизительно так то есть здесь оргалит в два в три слоя этим самым армированным скотчем кто такого не делал ни разу есть такой не то чтобы лайфхак а такое такой момент что надо хорошо сразу вот тряпочка идешь по стыкам сейчас на сухо и тепло на улице и поэтому он чистый а когда у тебя на улице там грязно мокрое еще что-то и вот именно на стыках где ты будешь проклеивать скотч получается если там наследил то потом он там не очень-то круто клеится надо хорошо хорошо протирать вплоть до промывания и давать высыхать чтобы иметь возможность вот так хорошо проклеивать но по идее если мы все сделали правильно то нам на несколько месяцев вот такой поверхности и можете на год хватить даже ну я имею ввиду что все будет хорошо а еще бывает минус что из петровича привозят листы какие-то где они подмокли чуть-чуть и они такие вот волнистые то их надо сначала просушить то есть чтобы они как-то просохли положить чтобы они высохли только потом делать иначе если так сделать на волнистом то он потом короче отрывает этот скотч он выравнивается менять свою геометрию в общем все это готово мы сейчас тащим сюда туры стащим все что у нас есть все барахло это готово здесь можно ходить все накидывать и пойдем еще в одной комнате сделаем потом разложим туры настроим себе уже занятия все и уже потом только когда-нибудь будем заниматься именно защитой стен для начала надо сделать инструментарий весь ну и подготовить полы полностью что можно было хорошо работать здесь поднялись мы сюда натуре будем сейчас крутить я думаю вот сюда речку вот сюда он так она пойдет вот здесь вот ну да мы навредим чуть-чуть пару дырочков сделаем можно вот принципе в полку и прям но полка это много надо подумать сейчас подумаем как сделать можно в полку можем и сюда может полку и лучше будет она ровненькая прям и ничё-то нам не отколем можно прямо засверливать прям сквозь неё и аккуратно зацепить а может сюда лучше будет и до пленка лучше ляжет не будет тут свисать вот я хотел показать вблизи это выглядит приблизительно вот так там были разговоры когда увидели что узнали что там оторвало настолько потолок то они там пропенили что-то там они же пол там делают или уже сделали сверху тут вот так я не хочу ну давай пошелил ладно хочу на буду я не могу его пошевелить он как бы сломан но держится сломленный держится угол здесь вот так вот так это выглядит в реальности то есть вы вы весь этот прогиб вот это видимый прогиб такой вот этот потолок его отыграл потому что он стал реально идеально ровный просто он выровнялся как был построен тут хорошо видно насколько это все прогнулась вот по вот этой штуки по двери видно как дверь то есть как дверь перекосила то есть настолько стена получается вот эта деревянная стена настолько она ушла вниз за там за больше чем за век вот и двери там у них не используется и она вот таком перекошенном состоянии находится просто наличная дверь наличествует а так-то да ну тут как-то не очень страшно по идее потому что все ровно все хорошо ну да оторвало местами ну вот оторвало вот этот кусок ну да тут надо что-то сделать но это все крепко вот так и могу делать даже туда тоже все но туда все хорошо мы посмотрим потом разошьем трещины и посмотрим сейчас задача укрыть здесь все укрыть вот эти обои чтобы потом их не ремонтировать не реставрировать чтобы они остались в таком виде в котором вот они сейчас наличествуют в котором они есть чё крутим вертим штучки дрючки закрутили тут почти закрутили сюда не достали вот так мы крутим сюда вот сюда вот так да какие-то минимальные разрушения да мы сделаем эти самые но бы тут у нас такой диалог был мы бы могли в принципе ну вот такое состояние до это нынешний состояние этих обоев но нам их надо сохранить и поэтому я предлагаю к этому относиться как будто бы эти обои они стоят там буду потому что они бесценные они реально бесценны у них нет цены они очень важны человек который здесь живет то есть у них нет цены поэтому я предлагаю относиться к этому очень дорогим каким-то супер дорогим обоим. И поэтому мы выступаем так. Можно было вот эту рейку сюда вкрутить. Вот прям сюда вкрутить, и потом каждую эту дырочку просто заделать. Ну вот есть же какая-то дырочка. Это не мы сделали. Она была здесь. И вот какая-то дырочка. И все живут с ней. Но мысль моя такая. Надо делать, потому что нам вроде как еще предстоит подобный проект. Уже без таких разрушений, но именно тоже в живом интерьере. Прям в жилом интерьере без стен. У меня раньше таких проектов не было. Чтобы мы прям вот чисто потолок ремонтируется. Больше ничего. Так что я предлагаю к этому относиться, как будто бы это очень и очень ценно и беречь по максимуму обои. И поэтому мы идем таким путем. То есть мы вот так прикрутим. То, что там мы дырочку сделаем в карнизе, мы эту дырочку замажем и ничего там не будет. А потом, после того, как весь верх будет как-то сделан, после этого эти рейки уберутся и сюда приклеится нежный скотч. Пленка обычная, уже укрывная такая, нежная, белая, вот эта липучая. И после этого заделается сам низ аккуратненько. Вот такая мысль. Вот так это крепко, это классно. То есть, ну, если вонуть сильно, то оно оторвется. Ну, оно довольно крепко. Это на саморезиках и потом сюда, на степлер пойдет пленка. Вот такая, 80 микрон, по-моему, взял еще. Вот так. Не хватило чуть пленки обычной, черной нам туда. Потом эту маленькую, 50 сантиметров, и здесь везде по кругу этот, это половинка арголита, вот он. Так, по кругу, по кругу, по кругу. И сейчас мы закинем арголит еще сверху, чтобы прижать ее, вот эту пленку, чтобы она не развивалась тогда. Вот так это выглядит приблизительно. Я думаю, таким образом мы уже защитили полностью от падения больших кусков каких-то туда, от еще чего-нибудь. Ну, как-то так, пока такое понимание. Ну, и здесь шлюз, конечно же. Ну, не шлюз, а этот самый. Ну, такой, двойная пленка. Я думаю, может, типа, вот эту малярную, которая за застежки, ну, и мне кажется, вот такого будет достаточно, когда тут две пленки, и они перекроются. Ну, там цель, чтобы туда не попало ни пылинки, у нас нет. Тут будет клининг, потом мы уже общались там с собственниками, что все потом уберут, какую-то пыль. Главное, чтобы мусор такой мокрый какой-то, не пролетел, еще что-то. Я думаю, тут цель защитить, в принципе, мы ее достигли. Получается вот так. По периметру закрылись. И можно уже производить демонтажные работы, всякие, ну, и всякую пыль тут разводить. Люксу еще снять, люксу снять. Так, что? Все готово. Все готово. Как обычно в таких делах, нет четкого понимания, как бы это все так хорошо, эффективно и классно, и самое главное, безболезненно провернуть. Ну, потому что это довольно разовое такое, разовое действие. Это не то, что я там пришел, это делает четко весь потолок, ты знаешь, что тебе надо там расшить, тут убрать, там сошкурить, то, там это и все последовательно. Ну, последовательно понятно, надо удалять. Видно, что мы будем удалять. Вот этот кусок вывалится, вот этот точно вывалится. Мы будем удалять то, что само уходит. Дальше смотреть. По трещинам. Может надо их расшивать. Не надо, скорее всего, где-то надо. А где-то может и не надо. потому что в той комнате следующий вот там там на потолке сетка есть два на два тут не знаю будем смотреть поднимемся и будем потихоньку удалять все ненужное что это самое я думаю что я не буду тут снимать каждый каждое телодвижение вообще как чего ну потому что это тупая у меня есть съемочные бригады короче она тут вот то что вот так и она видно что она вот так она на самом деле вот так ты то есть она тут держится держалась только потому что она не успела упасть и вот те куски тоже вот этот кусок тоже то есть она просто не успела еще отвалится вот эта часть вот она плотно держится за потолок я чувствую там пальцами пролез вот туда где дранка я там чувствую ну что она держится вот это скорее всего надо будет вырезать ее и просто вытащить сейчас уберем тогда все что здесь лишнее и потом посмотрим что осталось просто как каждое телодвижение ну как бы это бессмысленно снимать вот так это просто не успела упасть слава богу что никому на голову не свалилась потому что она там не держалась только он еще посмотрим покажу потому что мешок вот видно это темно и это светлое это разрыв свежий понятно что это свежий разрыв а вот такой разрыв это ни фига не свежий разрыв ни разу это не свежий разрыв потому что ну тут было уже прочее а вот так по ней пошло здесь цветника чистенько сразу она оборвалась как оборвалось как смогло бы здесь оборваться ну а там видно вот она цепляется все держится хорошо за граммку то есть эта часть она просто ушла вместе с потолком вот это а эта часть она как бы осталось а это между ними между ними она вот вопрос просто не отвалилась просто не смогло не успел и непонятно на самом деле не непонятно то чего я опасался что непонятно непонятно тут-то все понятно тут понять она потолок ушел вверх стены как бы лавн прогнувшего такая-такая она осталась ну так было всегда так и я осталась потолок взморкнул вверх понятно ушел вверх окей тут он держится все одесс Carter то есть он на дрон все тут хорошо с ней и туда дальше той стороны хорошо то есть он просто сам по себе ушел ну ушел ушел ладно доска взлетела над угла угол остался на месте здесь поднялось а вот здесь вот на этом получается на этой стенке засверился несколько раз здесь вот здесь ну так длину она видно где засверливался там 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 получается что вот здесь прям дранка доска вот здесь может быть каких-то там пару миллиметров я чувствую дальше год от края с той стороны и здесь все хорошо а вот здесь начинается уже миллиметров пять а здесь местами два сантиметра может даже ты я вот палец вот так засуну вот там еще вот так сделал вот так я что-то думаю почему-то я думаю что если бы это оторвало сейчас и ну когда-то произошла подвижка я видел бы разлом здесь я видел бы где-то где-то она бы сломалась это бы что-то было то есть что почему она сделала вот так на таком коротком участке здесь раз два 30 сантиметров разница в 30 сантиметров и тут местами два сантиметра даже три может быть местами вот здесь наверное сантиметра ты этом могу пальцем нащупать я думаю что она так случилось было до этого подъема потолка приблизительно потому что вот там плоскость вот эта плоскость уходит вот так и там она вот там углу она выключила выключена обратно в ровную и сюда тоже самое она вот так лежит вот она вот так вот и вот здесь она опять ровно то есть это деревянная стенка там деревянная стенка несущая там через метр туда в кустом метр с копейками и возможно со временем ее так подогнуло чуть-чуть она уже было чуть просевший и только потом этим чуть-чуть поднялись доски и она как бы чуть-чуть где-то по чуть-чуть отыграла где-то драночку торвало где-то досочка поднялась и поэтому этот участок такой короткий то есть если бы здесь был разлом то это было бы наверное хуже почему меня беспокоит то мысли если здесь явного понятного разлома почему вот так вот соскользнуло на 30 сантиметрах до двух с нуля до двух если здесь разлом был бы я бы видел его ну как бы четкое изменение где был вот здесь сломалась да либо вот здесь где-то бы было бы хоть что-то видно нет не сломано значит она так было я делаю вы что она так было раньше изначально ну когда это все просаживала за сотню лет тут по моему 19 век дом вообще за 150 может лет она так вот потихонечку деревьяхом уходила вниз и ноль там потихонечку где-то что-то происходило поэтому она его и не порвало нигде ну подпрыгнули тут досочки центр квартиры где-то вот здесь и находится тут где этот угол и туда она как бы ну как бы весь барабан перекрытия вот дощатого он как бы по центру больше всего поднялся ну вот так такое размышление так ну чё с этой стороны мы были там там уже печки стояли смотрели непонятные 20 сантиметров непонятных прогибов здесь вот так здесь хорошо здесь прям очень ну как бы хорошо не очень плохо здесь все вот так здесь прям хорошо держится мощно держится нового здесь да вот так здесь смещение было как по мне она была потому что там черная все чернота в этой трещине как бы как будто бы она там была всегда здесь такая же трещина подобная небольшая но тут перед нами дверь филарная которая вот она тут вверх и как раз над дверью да тут тут доски идут вот так здесь по стенке доски вот так скорее всего здесь доски идут вот так и получается что здесь легче всего трещать стандартной трещины они вот здесь проходят вот от угла туда обычно и от угла вот от угла вот туда ну так она и выглядит и тут тоже такой довольно резкий вот на 30 сантиметрах получается вот и показал 30 сантиметров тут ну наверно миллиметров 7 если взять вот эту точку вот так провести то миллиметров 7 будет уклон может быть не знаю что интересно что потолок вроде поднялся он же там сверху разгружен да вроде бы как разрушен доски разгружены балки деревянные разгружены и он поднят но все равно он кривой вот так может камера видит это место прям с уровня глаз снимаю я глазами очень хорошо вижу здесь прогиб есть конечно же и он видимый но там он чуть меньше но он остался все равно то есть балки таки немножечко подвисает получается ну как бы нет не идеально ровно и не выровнялись прям в струнку ладно тут понятно все тут довольно крепко ну то что вот и сделать этот зазор между потолком ну это все держится классно держится и крепко ну как бы она выстояла вот это тут вспрыгивание выглядеть довольно крепко так черт с тем помещением понятно теперь в этом помещении посмотрим так все тут мы подготовили их посмотрим здесь тут видно будто бы она так прогнуто чуть-чуть но мне кажется все там целая по центру вот здесь но вот здесь вот возле углов она все держится только потому что не упала еще надо понятно зацепилась замер на не запирается вот эти вот углы сейчас они все оттуда и выйдут потихоньку ну чё тут там я ж говорил там у нас дальше коридор с той стороны нам повезло потому что там есть этот самый гипрок с той стороны там гипроком когда-то подшили а тут ну понятно этот угол остался живой вот он а вот это захочет упасть до верю она принципе она она не упала просто не упала не смогла упасть как бы она тоже упала но она не смогла упасть та же история и здесь а здесь не очень-то круто но он целый если я его захочу сломать то я сломаю не знаю хочу ли это делать нет в принципе вот тут вот вот настолько получается самый центр квартиры здесь вот этот подъем самый такой высокий самый серьезный и оттуда мы смотрели там там же проглядывает такому то есть там вроде как один гвоздь где-то был вот там вся стена держалась на одном гвоздике получается нам одержится друг за друга все вот так стенки так деревянные так и так по-разному то есть они держатся со сами на себе выходит что так надо удалить час и потом что тут происходит а я скажу сразу что происходит тут все нормально происходит тут вообще норм тут вообще очень хорошо но оборвало там где могло и все и здесь то же самое все держится тут прям все на потолке все же должно остаться то и осталось а то что оторвалась она и упала ну как там она сама там выбралась а мы сейчас поможем чему-то еще вот это уберем отсюда это не останется или нет не знаю пока вот это надо точно убрать чтобы не упала произвольно саму так а тут момент который я видел еще когда я только пришел первый раз сюда в квартиру все это ну все эти прогибы и все эти разломы они ну не имеют характер такого все таки то что говорит про ту комнату что там тоже уже были какие-то подвижки и здесь тоже что-то происходило если он не имеет характер какого-то разового того что вот один раз случилось нет это постоянно к эта тема вот видно вот разрыв видно какая ширина вот этой полки высота скажем высота 5 сантиметров пускай меньше пускай там 4 с половиной неважно а вот какая она в реальности выйдем то было то есть все это движение она как бы раньше уже было просто мы не видели его но мы пришли когда уже вот мне показали когда она уже была в таком виде сломана как она раньше была этого никто не знает до нас то есть вот это понятно что оно не должно быть таким оно должно быть вот таким вот высота этой полки вот она вот эта полочка она 12 миллиметров максимум а то и 10 из той стороны надобками если посмотреть там будет также то есть здесь уже что-то происходило до нас до всех этих разломов переломов потому что ну видно здесь очень грязно это не свежий разлом абсолютно и что давай давай ковырнем еще нет нужно же себе позволить ковырнуть и что мы здесь видим видим и здесь по ходу алебастер это алебастер это не не этот самый но он видно серый плюну на палец смочу его это алебастер это заделывался на нас можете не нас вот такая вот история вот такой вот старый фонд то есть это не штукатурка это не как бы только там дальше понятно это не накрывка гипсовая это заделывалась алебастром когда-то было вытянута нормально было но все всегда как вот там и вот этот перелом который вот здесь видный перелом это не теперешняя тема не нынешний перелом это какой-то старый перелом то есть из-за того что балки деревянные здесь она все как-то просаживалась сможет в длину на этой стенке стенки же тоже деревянные вот это получается тоже на что-то просаживалась и вот теперь вот выглядит вот так она надо сделать чтобы она была или как-то красиво или еще как и этот угол на придется убрать как этот чтобы как-то это все свести ими идут как то вот так выглядит нет все естественно расширялась вот было и она так пошло 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 туда и до самого конца так ничего тут вот такая картина получается вот тут осталась часть угла тут больше всего получается этот самый разница больше всего оторвало если считать до полки то здесь вообще сантиметров 10 если до низа полки вот досюда считать вот до этой точки должно было бы быть вот так и сразу выходить вот эта плоскость тут сантиметра 4 тут еще больше за счет того что она раньше там было вот так это выглядит и в ту сторону еще там посмотрим на дописанными кастом просто разлом ничего там не уйдет над дверью мы были стой стороны покажу приму с этой же стороны про проблема все те же проблема вот этих вот мест над углами для нового проема чего над окном посмотрим вот тут то о чем говорил вот она родная вот это вот одно это такой размерчик не 12 миллиметров максимум сантиметр 12 миллиметров тут она ее как бы подняло наоборот чуть-чуть подняло потолок ну да но везде подняла но тут за счет того что скорее всего балки же были вот так прогнув потом они подошли вверх и вот этот край он как бы опустился чуть-чуть потому что они прогибались длительное время а потом резко вышли вверх и поэтому мы можем наблюдать такую картину вот такой то здесь гвоздь он как бы но он там и не особо держится если бы захотел наверно я бы его чем-то зацепил ножом например ну ты сейчас сейчас не могу его оттолкнул назад короче он там не особо держится может там под макала что-то еще что-то ну лишь он ходит там чуть-чуть ходит то есть конце получается здесь несущая стена окно проем стена кирпич и сделалось вот так произошло то есть вот эта левая часть она чуть-чуть как бы ушла чуть ниже и поэтому и в той комнате замечал тоже там по выпадала примаска вот на этих углах которые ближе к стене несущей туда фасадности а тут чё тут тоже был когда-то была трещина тут все выглядит на самом деле как некая подвижка как смещение там тоже самое было то есть она как будто чуть-чуть вот так провернулась что ли вы не знаете на какой-то миллиметр она как будто бы чуть-чуть вот так сыграла на самом деле а так учет тут все целом то что должно было остаться на потолке осталось на потолке то что должно было остаться здесь осталось здесь вот она все нормально просто она потрещала вот это новая трещина вот это четко видно новая трещина такая чистенькая все прям вот это скорее всего новая пачка трещин а вот это навсегда была грязная все чего удалила и удалили мы тут два кусочка был не держались особо и я думал что здесь это доски по идее так по идее так над дверью и дальше опять вот так но здесь брус здесь прям брус я не знаю толщины я вот пальцы туда всю длину пальцы я там ощущаю здесь брус то есть истина либо она вся из бруса во что я не верю либо здесь это закрыто просто брусом то есть доски они могут так 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 быть или так так и вот так мы здесь закрыты как вот здесь еще брус как бывает снизу на этом самом когда на перекрытие стоит деревянном деревянная стена вот там брус обычно опорные но здесь что-то подобное значит потому что я видел конструкции разные я видел когда просто доски в локнут я думаю здесь тоже будет так же но нет если так здесь есть отдельные горизонтальные бруса я видел когда вопрос доски стоят вот так и вот так например здесь он есть ну что это обличает строчке ничего просто ничего не понятно на подумаешь с этим делать и как с этим что сделать я думал что может быть что-то вот на этой подвижки могло бы что-то где-то но это видимо подвижка такая небольшая она когда-то там произошла каких-то следов чего-то переломов я визуально не наблюдаю то есть каких-то смещений может она все на вот этом слабом месте может чуть-чуть там чуть-чуть вильнула когда-то или сейчас или когда я между на районе дверного вот посмотрим надо подумать мы поснимаем нам очень грустно очень грустно саша расшиваешь тут все сеткой может потом посмотрим я хочу показывать так она есть тут везде сетка здесь был ремонт все на этом самом насечку сделала тут был этот мел на милу сетка просто двойка мы вырезаем чтобы потом сюда прокинуть эту самую серпянку а вон видно вот там подтачивает сетка дальше это все сетки ну и конечно когда это все чуть-чуть сдернулась где-то потрещала ну как бы лучше чем она была до этого потрещала понятно что давний ремонт тут но все равно надо вернуть приблизительно как было ну ладно на посмотри поснимай я покажу что я тут делаю руки трудовые вот такие руки трудовые сейчас сколько времени 1557 я начал 12 с одной стороны хорошо или плохо что у меня есть метизы рядом они прямо рядом метр 400 сюда 500 можно я уже два раза там был и самое главное вот крутил один саморез это я за четыре часа рабочих я крутил реально вот туда один саморез я потом покажу конструкцию не буду объяснять и стола потом прямо потыкаю пальцами покажу что я придумал здесь сделать здесь расстояние ну вот и четыре с половиной сантиметра это максимум который у нас есть даже есть места меньше я сделаю какой-то такой механизм который позволит не будет привязывать стену потолку мы уже так когда-то делали у нас была голая доска здесь и я там делал какие-то заворотики подворотики короче это будет развязано вот в этом направлении но здесь я делаю так чтобы это поддерживало от возможности стены свалиться куда-то конечно это не будет полноценная поддержка не будет какие-то супер что-то но здесь я держала два гвоздья вот там вижу гвоздь он камера его увидеть не увидеть один гвоздь и здесь или это второй вот там вот такой двадцатка гость вот это вот два гвоздя может нам третьему было это не подлезть этой штучкой благо она была у меня с собой этого нет ничего я не занимаюсь этой работой регулярно мы не делаем такой регулярно это первый я говорю это первый у нас такой проект который надо сделать очень быстро и надо сделать какой-то ремонт ремонтную работу а я мог бы забить болт на это реально мягко говоря болт этого я забить я мог бы просто вот тут замазать вот так и все но я так не хочу делать ну как бы как бы не хорошо делать потому что я могу сделать по-другому и эта тварь она у меня получается она очень медленно получается то есть если бы она не получалась тогда пошло на все и короче и бросил бы просто мы бы уже занимать другими делами но она получается постепенно не удалось туда закрутить саморез и постепенно а у меня же здесь ничего нет вообще ничего нет лобика вонючего здесь сантиметр остается от фигни у меня остается сантиметр мне надо как-то пододвинуться вот туда вот так и там вот как-то крутить вот вот там где-то там крутить лишь хочу она делать еще весел это я как-то вкрутил еще туда а теперь я выкручу оттуда что-то чтобы попытаться то вкрутить еще один кровельный саморезик это все достану его оттуда все равно во что бы это не стало это вот такие вот вот это мне приходится туда крутить потому что у меня нет клопов здесь с собой я уже не пойду еще раз в этот самый завтра когда-нибудь другой раз подойду чтобы взять это сам это обломанный саморез обломанный саморез но он хотя бы может чуть-чуть крутиться и вот этой высоты получается вот этой высоты мне хватает туда чтобы вкрутить а дальше сейчас маленьким ключиком вот я как бы я достал оттуда то есть я сделал маленьким обломышем сделал там какое-то типа отверстие теперь я туда как-то попытаюсь пододвинуть а вот в принципе пододвину а видишь она получилось вот если бы она не получилось нет не получилось выпало но и она получится за следующий раз за 10 раз она у меня все равно получится вот так пальцами туда не знаю чем-то туда поджать вот так вот туда как-то поджать я наверное может быть смогу вот помочкой маленькой влагана у меня есть хорошо потерь есть у меня тут о видишь и и поджал нет и поджал нападает да еще разок как-то попытаться а вот теперь поджал теперь вот маленьким ключиком меня рука то не достает его кончиками пальцы кончиками пальцы вот так вот поджимать и пытаться скрутить выпал за этот раз выпал так буду еще раз буду еще раз значит пытаться чудес самое главное что это получается то есть оно получилось не получилось же одним вот тут зафиксировать вот не получилось и я бы еще один добавил просто для того чтобы он там был смогу и просто прикрутить двумя пальцами там же есть типа зачаток и следа я могу его прокрутить двумя пальцами так я двумя пальцами там как-то прокрутили теперь вот так и теперь по-нормальному наконец-то это все в реал тайме прям в реал тайме я чувствую себя слесарем слесарь и наверно как-то может быть это все по-другому но на самом деле слесарям это не новинку наверно такая работа а мне в новинку вот так такое вот по моему более геморройного занятия какого-то тщетного я еще не делал я еще не встречалась какое-то такое занятие ну понятно все этот чувак пойдет и теперь чтобы здесь оформить я потом покажу что получилось что мне рассказать чтобы здесь оформить возможность чтобы эта стена как-то что-то держалась я еще делаю так два раза то есть еще прикручу таких две пластины не видно саша там за стеночкой а я так и сделал одну одну эту штучку не знаю как видно там что я сделал наверное видно ну-ка я уберу пальцы чтобы это самое ну получается с той стороны сзади одна пластина мы ее видели спереди еще вот такая пластина лежит и вот эти две прижимают и потому что мне приходится с одной стороны крутить как бы я же не могу с двух сторон отсюда закрутите оттуда для подобную пластину вот такую как не с сатура не могу чтобы она здесь голышом у меня была вот так да ну как бы вот так чтобы она работала мне и не мешалась она мне мешается она вот так тусуется она вот вот здесь вот так стоит мне и мне надо вот это вот получается место обойти как я додумался так можно может быть по-другому можно было да у меня не было особо времени на размышления подумал что это хороший ход будет таким образом я не привязал стену к перекрытию и эта штука может отыгрывать я не помню говорил или нет над нами там продолжается ремонт но там это перекрытие она как бы будет без нагрузки его как бы один раз освободили и дальше следующий пол который там он будет отвязный то есть пол пойдет не по балкам как бы не без опоры короче на несущие вот это на балки перекрытия там они сделали как-то отдельный пол них там отдельный пол выше на металлических балках или еще как то то есть нам сказали что на сюда нагрузки больше не будет но то что не не будет нагрузки не значит что это не будет никак двигаться то есть она может как какую-то брать влагу или еще что то и может какие-то вот движения происходить могут а может они появится вдруг нагрузка если там появится вдруг то тогда если я свяжу плотно почему я не вижу это плотно что если она вдруг появится она начнет ломать что-то если я здесь делаю что-то серьезное если я здесь делаю мощную привязку то то нагрузка которая там будет а там если вдруг она появится там будут тонны нагрузки они могут все это вообще разломать вообще вот так если они там появится именно поэтому я оставляю тут возможность хода какого-то там ну там несколько сантиметров есть возможность этой доске опускаться вниз может и не надо было так делать но я уже так сделал я думаю что так будет лучше потому что сказали что нагрузки здесь нет будет то есть она не предусматривается и это держалось все вот я показывал вот там видно дали вот это гвоздь вот вот там гвоздь один и вот там гвоздь получается 2 и 3 наверное где-то там в том углу может быть но может быть и нет я пока вижу два гвоздя с шагом тут полтора метра вот эта стена она просто стояла получается еще изнутри покажу как выглядит но и получать за нами коридор вот там вот та стенка уходит как бы коридор заканчивается стенка туда упирается в несущую стену потому что вот там несущая стена это дерево это еще часть квартиры там еще одна комната этой квартиры и там дальше за этой стеной идет как бы коридор здесь несущая стена и соответственно вот там дальше там еще один такой как бы перемычка еще одна между вот этими стенками как бы деревянными и несущий так все это держится такой как бы друг за дружка такой какой-то такой вот фигурой вот так и вот так как то и вот так как-то и вот так и там ещё вот получается вот так и вот так вот так это все держат здесь как бы не существенно вот так вот вот так куда ну в общем вот это одно сделал у меня на часах полчаса вот за день вот так но я примерялся это примерялся думаю дальше быстрее пойдет я хочу еще одну там получается по стене вот на этой самой длинной стене на 2 надо бы но тут в углу она связана тут есть связка плюс тут печка вон укрыли мы печку то здесь связка есть по-любому ну хотя бы две тоже шлепну но еще несколько штук не надо точно по-любому вот таких вот сделать элементе и наверное вот этот момент можно будет закачивать вы просто поштукатурить просто взять и тут кто-то под штукатурить очень надо выдумать как сделать чтобы вот это все как бы снизу смотрелось вот этот вот так вот чего за стенки там ладно это было бы просто просто поштукатурить это просто ну вот как бы вот это уже не просто и можно было бы просто но я хочу просто я хочу хоть что-то попытаться сделать чтобы она хоть как-то помогала если вдруг что она думает это по чуть-чуть поможет стеночки удержаться немножко может быть этого будет достаточно может быть и мое лао вообще не нужно я считаю нужным здесь вот такую штуку применить и где-то еще на стене один раз я вот так наверно в углу где удобнее всего подвесить ну короче все тут серпянков нет я с другой стороны залез посмотреть что тут происходит не думал только о том как я пришел с той стороны начал решать этот момент а тут все а тут я не смогу с этой стороны может я стоишь мы смогу стороны также сделать с одной стороны потому что думал ой как хитро было бы с двух сторон до как пластиночку одну закрепила потом с одной стороны и подкрепил и другой ну как бы поджал удобнее было бы так сделать но нет мне не дать здесь делать потому что я вот вот я еще вот сейчас я нащупал брус там тут получается ну вот сколько 25 сантиметров 22 сантиметра много вот сам корнистись другой там конечно такой коротенький вот такой наверное а здесь он вот такой большой широкий поэтому с этой стороны можно забыть о том чтобы здесь что-то пытаться делать просто не до лезть ну значит то есть там и хоть что-то я попытаюсь сделать хоть что-то пусть так а здесь да я вот показывал как идет вот здесь же поворот и вот здесь приблизительно у меня вот здесь проходит как бы перемычка сейчас покажу из коридора как выглядит то есть вот здесь вот на этом уровне проходит где-то перемычки можно живут ли же вот там дальше вот за этим уголком вот так перемычка 1 с той стороны перемычка 2 за как бы в конце второй комнаты якобы в первой комнате нахожусь отхода ну и саша расшивает тут ну понятное дело в общем тут что-то порасшивать и туда нету этой серпянки но тут зато все ну и как отваливается хорошо надо будет что-то подшпаклевывать ну серпянки здесь нет и на нее нет толщины поэтому мы просто подштукатурим это все ну так подштукатурим за делаем штукатурки и трещины и хорошо и этого будет достаточно поскольку она вот так вот прекрасно себя чувствует и чувствую всегда это ремонт очень давний и кто-то пытался тут чистить вот мы накорябали они пытались не чистили хоть что-то да нам тусон эти пленочки на окнах очень в теплице тусуемся в этих теплицах дышать ночью и сторона у нас солнечная сейчас солнечный июль вот тут жарко в общем тут жарко и дышать нечем ну а это не то чтобы ною констатирую тогда мою за 28 ною на улице стоит ужасная жара вон свадьбуги-угги до утра не будем свадьбуги-угги может жара стоит ужасно давайте чего я знаю надо смотреть надо с той стороны мы поняли как той зеленой комнате делать а вот и красный красные обои какие ну и красные прекрасные вообще короче кажется здесь разрыв реально большой у меня в руках этот уголок он 30 по моему да и 30 и здесь он там 4 сантиметра где-то разрыв да так кажется на самом деле нет на самом деле все плоскости поигрывают чуть-чуть здесь вот эта часть у меня над головой она опущена это она не шевелится она так была и вот та часть как бы чуть-чуть по-своему стоит но это все не тронут этими всеми движениями осталось то есть здесь миллиметров 6 это как бы она уже есть самое интересное то что мне кажется интересным нам нужно как-то вот выкрутить эту плоскость получается сюда и вот эти четыре сантиметра или там даже больше кажется вообще сзает андрей на самом деле нет я ставлю ее вот так вот так вот так вот так вот это разница вот этот вот эта штучка она опущена относительно вот этой полочки маленькой она опущена миллиметра на три-четыре она чуть чуть ниже а вот если пойти сюда сделать приблизительно то же самое я возьму свою 3 сантиметровую штучку даже вот так сделаем чтобы не было солнца нет да ничего не видно ну извините у нас не в студийном условии абсолютно ну на глаз я держу вот в уровне я вижу здесь разницу в два сантиметра на 2 сантиметра получается да ну чуть больше будет 20 копейки но не 4 не 4 это уже проще то есть это позволяет нам вот эту плоскость чуть подкрутить сюда чуть-чуть увеличить вот эту маленькую полочку сделать очень больше короче сделать так и наша задача сейчас мы и чего вообще запаливаемся чем и думаем о чем что наша задача не не добавить что-то здесь а сделать так чтобы это снизу визуально казалось как будто бы не очень-то и плохо или как будто бы вообще норм как будто бы ничего не было ну как будто вообще ничего не было не получится потому что все знают что было и все знают куда смотреть но если бы кто-то пришел то он посмотрел бы вот и как бы показал что ничего не было плохо что все знают лучше бы никто не знал как было и мы бы сделали все подумали что ничего не было на самом деле ну какая такая задача легкого нам не дают как обычно легкое делать так что надо как-то все подкручивать я там сейчас покажу с той стороны там Саша уже картонкой проимитировала тут не будем наверно тут так понятно на пальцах нам понятно приблизительно как сделать это можно посмотреть я сейчас покажу в другой комнате как скорее всего мы так сделаем тоже подворот тоже легкий поворот с поправкой на то что полочка будет играть немного расширяться чтобы компенсировать вот этот взлет или понять так это вспомнил что говорил что я чем-то пальцем рисовал видность на этом самому вспомнил как как устроено вот там комната с красными этими обоями саши скребется вот эта перемычка от нее вот этот коридор как бы куда уходит но он такой на метр с копейками и вот здесь уже несущая стена понятно вот дверь то есть там уже получается лестничная клетка лестница вот это место получается здесь перемычка то есть это все что сдерживает получается стены вот я говорил здесь гипрок здесь ничего не подрещала особо ну какой-то я вижу там что-то мелочную это мне кажется так она и была изначально то есть здесь нет нет отрыва какого-то такого линии отрыва где бы оторвало то здесь гипрок ты столько туда и вот еще одна перемычка получается вот комнатка зеленая то есть как говорил перемычка вон там и сейчас покажу как мы сделали макеты что пришли собственники и ну собственно квартиры посмотрели ну мы мы придумали только так единственных как можно сделать безболезненно это вот эти вот плоскости руку поднимаем фокусируется нами плоскости подвернуть сейчас покажу ну-ка вот так вот так чуть-чуть подвернуть она там была при приблизительно также я показывал раньше как было там полка вот такая была вот такая полка была вот такой она была ширины как бы или высоты там было сантиметра три с половиной наверное и теперь получится она подвернется сюда плоскость как-то по-другому я не знаю как сделать пока ну как бы чтобы не разрушать вниз не поднимать весь этот самый когда всю стену надо ремонтировать если поднимать полностью карниз чтобы было как как она была так она вот так вот здесь да ну да здесь не ронут одессу он поэтому вот так и вот здесь вот так вот как это промежуточно можно посмотреть вот так может быть то есть через утолщение вот этой полки вот это полка получается вот оно через утолщение этой полки тысяч толще шире или как-то так через то чтобы ее чуть-чуть увеличить она там где-то сантиметров с копейками вот здесь 12 миллиметров или сколько здесь будет больше здесь будет там 16 17 миллиметров нет вот там еще больше будет и вот так вот прокручивая вот эту вот плоскость можно свести линию потолка и линию существующего карниза и в ту сторону также пока вот мысли такая сейчас покажем пойдем посмотрим в ту комнату там веселее что чистишь потолок приходится почищать да она мил все там было нашпаклёвано или накрашены очень дождливую погоду машине покатались бездорожью по лужам по глине все осела на как называется корпус автомобиля на кузове все это осела потом пошли и покрасили вот такой же эффект на потолке когда красит полный ну да надо как-то сделать чтобы подшпаклеваться нам надо как-то что-то подчистить потому что иначе будет не пришпаклеваться просто если сделать какие-то пыталась саша изначально делать просто расширать трещину чуть-чуть по сторонам что-то сделать как бы по почистить эту краску но нет она хочет открываться вот смотри просто сама отваливается отсюда ну да хорошо было бы добротно здесь все отреставлировать да ну-ка давай посмотрим что там вот так здесь плоскость получается откручивается вот еще один макет получается не знаю прототип пример как будет вот когда смотришь отсюда ну как бы и норм отсюда норм а вот отсюда если смотреть она так здорово прокручивается на нас вот эта штучка она здорово прокручивается потому что она как бы должна быть в плоскости потолка здесь она у них исторически чуть-чуть подогнулась я по моему это показывал то есть я не находил линии сломов там и там есть это градус а там уже есть какой то вот так проворотик чуть-чуть но немного вы здесь за счет такого взлета потолка вот можно сделать так и при этом саша сделала макет она сделал самым-самым как в широком месте и самая большая разница потенциалов скажем так самая большая разница между карнитом существующим и как бы линии потолка что здесь это прокручивание будет меньше то есть эту линию надо просто выкручивать вот так она будет лежать как-то так а потом надо будет и прокручивать в ровную, вот до сюда, наверное, где она уже становится ровной, вот этот подломчик, переломчик, но пока какие мысли, пока я вот не вижу, как по-другому или по-дретьему это сделать, ну, наверное, будет норм, если все будет одинаково, все будет беленькое, потому что она еще другого цвета, эта штучка, макетика этот, и как бы, если все будет беленько, светленько, то, наверное, и хорошо будет, опять же, все знают, что здесь произошло, все это видели, если бы не видели, если бы так раз получилось так, что не видели, мы бы сделали и покрасили все, то было бы, наверное, лучше, через неделю ты сам увидишь, ну да, но все равно, типа, ой, тут морковка будет, а тут что, а мы хотели бы, чтобы было так, как было, репка, репку хотели бы, хотели бы, чтобы было, как было, чтобы было как так, но оно же не может быть как так, без видоизменения существенно, без того, чтобы рубить карниз полностью и поднимать его вверх, потому что он исторический такой, вот он исторический, оно было вот так сделано, потому что за вот эту вот сотню лет, а то и больше, сколько это простояло, его вот так прогнуло. Так, повернули себя, что скажу, что, скорее всего, я просто думал про структуру этого ролика, я же вначале говорил, что это что-то близко будет к ремонту, да, а то мы тут занимаемся вот этой дичью всей, и говорим об этом, что вот, там, тут можно и так, и так, и по-всякому, а на самом деле же, это, ну, происходит все в рамках процесса, как бы, ну, вот то, что я вижу перед собой, да, вот эти штуки, это в рамках процесса косметического ремонта, косметического ремонта по мелу и по краске, ну, вот, когда стоит такая задача, когда не нужно реставрировать, там, глубоко копаться везде, все полностью расчищать, вот не стоит такая цель, цель, как бы, о, тут передал, Саша, схватил, ну, потому что ты их пол лица отрезал, а это не это самое, а это же у меня не экшн-камера, стоит цель косметического ремонта, просто отремонтировать с каким-то недолгим сроком планирования, то есть на лет пять, там, чтобы хватило этого полностью, вот такая логика какая. Здесь мы можем начать уже говорить про ремонт, про то, как нам осуществлять ремонт, поскольку большая часть ролика, наверное, была уже, я тут много наснимал, именно про, что можно сделать, вот, видно отсюда, вблизи, где Саша сделал этот самый пример, он же макет, из картонки, как это выглядит, так мы будем разворачивать плоскость. Снизу это выглядит, но, вчера были собственники, мы им показали две комнаты, ребята, вот мы можем сделать так, мы можем, конечно, что-то придумать, еще лишнюю полку сюда какую-то вставить, что-то лишнее, но его надо будет откуда-то начать, пойдем сюда, чтобы понимать, да, как это происходит, а вот так это начинается, то есть, если добавить еще одну лишнюю полку, либо какое-то углубление, то его надо куда-то начать, это будет еще хуже, то есть, тогда будет видимое начало. А так это все развернется, и снизу это будет выглядеть, как будто ничего не происходило, Ну, опять же, если не знать об этом. Так что, чего? Переходим к прямой работе. Ну, к тому, что и было обещано. Переходим к ремонту. К самому ремонту потолков. И притом, два из них. Всего два потолка и два абсолютно разных. И, соответственно, два будут подхода. Они будут отличаться. Давайте. Так, а почему они будут отличаться? Потому что здесь, например, краска по мелу. Ну, вот в этой комнате получилось так, что здесь краска по мелу. И краска эта, она местами сваливается. А местами нет. Вот я здесь попытался счистить. А я не могу ее счистить. Она не хочет. Она там хорошо держится. Видимо, под ней мало мела. А если где-то дальше, где-нибудь, вот Саша находила такие места, где краска очень хорошо уходила сама. А вот я вижу. Вот. А вот, вот, вот. Видишь? И тут, и там, и везде. Где у тебя там? Есть такое, да? Ну, вот. Видишь? И оно начинает само отходить. То есть мы же не можем сюда ничего. Мы сюда не можем ничего сделать. Мы не можем сюда не покрасить. Ну, то есть можем, но это будет тупо. Не покрасить, не пошпаклевать. Ничего из этого у нас не получится, да? Нормального. Поэтому надо убирать то, что убирается вот так вот само. А в некоторых местах оно само не хочет убираться. Где-то вот здесь уже трещина. Видишь? Оно, ну, вообще нормально, все плотненько висит. И это мы оставляем. Цель же у нас не сделать полноценный комплексный ремонт. Вот, 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 наплывчик это остатки мела. А тут его почти нет. Ну, да, 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 да. Ну, вот, тут же вот так как-то все. И у нас не стоит цель здесь сделать очень гладкое и сладкое. Наша цель это отремонтировать простыми доступными средствами, понятными. Ну, и притом не оставить какие-то дикие прогалины какие-то, а что-то с ними еще бы сделать. И вот сейчас расшиваем трещины и удаляем то, что удаляется само, краску, саму краску, которая на милу. И потом... Ты забываешь сказать про условия, что нужно сделать быстро. Чего? Ты забываешь говорить про условия. Нужно сделать быстро. Очень быстро. Я уже говорил в самом начале об этом. Надо делать очень быстро. А время-то у нас идет. Это тоже влияет на то, как мы делаем. Какой способ мы выбираем. Если бы было больше времени, то мы бы, наверное, по умове действовали. Но так как время ограничено, мы делаем максимально быстро. Но чтобы совесть была чиста. Чуть подчищенная совесть. Ну да, времени очень мало. Нам надо за недели две сделать эти две комнаты. Получается. Сейчас от этой точки они должны бы уже сохнуть, чтобы их можно было покрасить и пойти дальше что-то делать. Дальше. Корщетка. Убираем мел. Мел точно не нужен. Если мы его пригрунтуем, этот мел, то потом с последующим ремонтником после нас будет не очень круто. Поэтому мел мы частично хотя бы, не полностью, не промывая, не досконально, но так по максимуму вот так корщеткой сколько получится, можно чистить. Дальше. Я попробовал корщеткой. Видно, он блестит. Блястит. И еще блестит, да? И ничего это особо не помогает. Я думаю, может останется какое-то что-то, чтобы мы хотим пошпаклевать полностью всю плоскость. Не будем же быть точечно. Вот такие малыши. Здесь не получится заделать точечно вот это. Можно, конечно, попробовать, но это будет тупо. Здесь проще перешпаклевать все, скорее всего, если отвалится очень много. А здесь вот так. Прям много краски. ушло, соответственно, хорошо будет перешпаклевать все это. И на данном моменте мы думаем, что мы используем пус-грунт, как бы адгезионный грунт с кварцем, чтобы подцепиться за эту красочку. Ее надо бы прочистить, конечно, проместить. Можно дождачкой ее чуть-чуть туда-сюда потереть, но это все равно ничего особо не даст, поскольку она очень плотная. И поэтому нанести сюда какой-нибудь там адгезионный состав будет хорошим решением, чтобы можно было прошпаклевать плоскость. Если карнизы мы трогать не будем особо, ну, что тут, они покрасятся и норм, то здесь все эти наши вот штучки надо будет заделать и штукатуркой сначала, потом подшкурить и уже потом поспаклевать, как-то подровнять, особенно вот это вот все вот такое, вот такое и вот такое. Все вот эти разности слоев, чтобы убрать их. Это одна комната. Здесь условия одни, условия здесь такие, в другой комнате условия отличаются. Так, а этого я уже на другом потолке, уже другая комната, да? Чуть слышно, там Саша поскребывается. Вот. Я по соседству с ней на через стеночку. А здесь другая история. Вот, здесь обрезано, видно, видно. Это сетка 2х2, здесь все полностью сеткой проклеено. Здесь прошпаклевано, кое-как, ну, здесь Саша уже прочищала мел, она его прочистила здесь. А мы посмотрим сейчас, где она не успела прочистить. Ну вот, вот как здесь сделано. Давай я чуть-чуть обрежу, иначе сейчас все потяну. Ну, приблизительно так, дальше она сама там отрезать, как ей надо. Вот так. Вот так я мало обрежу. Ой, не видно, да? Я туда смотрю, где делаю, а не куда снимаю. Вот так. То есть здесь на мелу я вижу вот, она вот видно, чуть-чуть отплюхнулась даже. Надо больше отрезать, видишь? Во. Эть, эть, эть. Надо будет больше отрезать тут. Прямо на мел наклеена сетка, на шпаклевку, или как-то, может, на что-то, может, на клей какой-то, потому что под ней есть шпаклевки. А нет, есть, есть что-то, вот, что-то есть под ней, может, она на 2, или на шпаклевку наклеена, 2, на 2 сетка, и она так везде, по всему периметру. И потолок здесь в очень хорошем состоянии. Прям в хорошем. как бы, для обычного такого ремонта это хорошо сделано. Это покрашено, это как бы классно, вот, видно, все хорошо. Все с ним хорошо. Ну, кроме того, что трещины, это что же, это трещины, не только из-за этого произошли, что там что-то поднялось. Трещины и старые пролезли немного. Конечно, пока ничего не происходило здесь, никто и не замечал, что здесь что-то там, какие-то трещины были, или там старые, но это же старые все трещины. Вот, это же не новая трещина. я прям показываю ее. Это не новая трещина. Ее никогда никто не думал даже расшивать. Ее просто намазали сверху, и все. Она не задела ни штукатулкой, ничем. То есть, она просто себе была там, и вот в таком где-то виде она находилась, то есть, приблизительно. Ну, тут все, стрясочка была, стряхнулась, что-то, и вот, они проявились. Наверное, или нет. Мы этого не знаем, потому что мы не видели, как было до. В общем, тут по-другому будет все. Тактика работы здесь другая. Мы вырежем. Уже вот так будем делать дальше. То есть, вырезали, получается, на серпянку, чтобы вставить серпянку сюда, вырезали какой-то вот такой, не знаю, просеку сделали, чтобы туда вставить серпяночку. Потом, штукатулка заделается, высохнет, потом серпянка на шпаклевку, и вот это вот, разницу потенциалов, да, получается, вот это вот, толщину шпаклевки, надо будет добрать шпаклевкой. И, скорее всего, это будет другой материал. Скорее всего, если там мы будем использовать в той комнате, где вот Саша осталась, скрестись там, нет сетки никакой. Если там мы будем использовать для шпаклевания всего, наверное, EGS, потому что на краску ее можно, да, на краску ее технологически можно наносить, GS, то здесь, например, пойдет обычный ротбанд финиш гипсовая, чтобы добрать за один раз вот эту вот толщину. А тут 2 миллиметра, наверное. Ну, пока ход мысли такой. То есть, это два разных подхода. Получается. И потолок, ну, в принципе, ну, ну, там чуть-чуть, где-то там трещинка какая-то, чуть-чуть, там где-то больше отошла, видимо, сеточка, где-то меньше она отошла, чуть-чуть, на трещинах. Ну, вот это надо бы отправить. Здесь работа как будто бы, ну, с этой точки, если смотреть, то работа здесь поменьше, чуть-чуть. Вот так. Вот такие вот 2 комнаты и 2 разных действия абсолютно. Вот такое. Ну, и понятно, что это трещина, они таким не были. Они все, они все были приблизительно такими. Это расшито. Это хорошо, добротно расшито. Так будут расшиваться все такие серьезные трещины, потому что была несерьезная трещина, и Саша ее расшила вот так, чуть-чуть, потому что она проходила просто такая, как бы, паутиночка, паутинчатая такая, тоненькая трещина, и она расшила ее только в шпаклевке. Дальше, чтобы не зарываться, потому что не произошло отрыва сетки, не произошло отрыва слоя. То есть здесь просто была такая видимая трещинка. Вот Саша ее как слегонца расшила. Например, почему? Да, так, наверное, тоже будет хорошо. Но просто зарезать сюда, чтобы там искать где-то ее и резать, нет, на это у нас нет времени. А, у нас еще есть тут проводочек, это провод, была штроба когда-то, вот он пошел, пошел, туда он пошел, и вот здесь он вышел, вот он, вот он на розетке, прямо, его выпустили на розетку, вот, вот он. То есть они когда-то, ну тут же, видимо, тут люди давно живут, я не узнавал, сколько они живут, может они родились тут, да, собственники. И они, либо они, либо те, кто делал, мастера, они не захотели здесь ничего менять, то есть не захотели резать розетку. Видимо, была задача не вредить розетке, потому что они провели провод вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, то есть они не влезли в розетку. Такие молодцы, да, они ничего не сделали вредного, не повредили ничего. Они провели по розетке аккуратненько, вот так. И нам, наверное, это на руку, потому что тут есть лишка провода, провод чуть-чуть лишний есть, мы его чуть-чуть отмотаем, уберем отсюда, подтянем сюда эту штробу, а где-то здесь должна быть штроба, вот здесь она, вот здесь штроба, мы ее найдем, вскроем аккуратно и дадим провод чуть-чуть назад туда, вернем назад, потому что он натянут, его нельзя передавить туда, чтобы он не остался здесь в плоскости карниза, вот так вот, не вытарчивал оттуда, надо туда его запихнуть обратно. Получается, что так, получается вот это вот действие добавится еще. Хорошо, что они оставили кусок провода и очень хорошо, что очень бережно отнеслись к розетке, они розетку не повредили. И получилось, ну да, не очень красиво, но зато вот, зато розетка целая, вот так. Очень весело, просто хотел показать одной рукой хотя бы, одна голова хорошо, две головы лучше, там можно прижимать магнитиком, теперь я могу, а то я Сашу просил, и теперь я могу вот туда, как-то вот сам вот так тихонько пролезать. Это очень времяемко оказалось, очень времяемко, потому что я же смотрю отсюда, мне вообще ничего не видно, там чисто на ощупь, просто на ощупь вкручиваешь вот этой штучкой саморезик, выкручиваешь саморезик и вкручиваешь большой какой-то саморез туда уже ключиком. Давайте еще полдня занимает у меня одна такая штука. Вот эта вот конструкция, вот телефон ее видит, а я вот там ее не вижу. Вот такая вот конструкция заняла у меня полдня, получается. Ну и полдня, наверное, часа, три, ну как бы полдня, три часа. Одно вот такое вот развлечение, и то вдвоем Саша еще помогал. А на самом деле мы попробовали даже с той штукой качнуть ее чуть-чуть и никакого движения. Может там чуть-чуть, какая-то микровибрация, но я еще одно здесь сделаю. Дальше у меня рука уже не пролезет. Там даже не то, что рука, я бы мог этот кусок убрать. Вот оно как бы, ради такого дела можно было бы убрать кусок. Там уже слишком узко. Там уже прям очень узко. Там не встанет, ничего туда не пролезет, никакой инструмент. Вот, так что я в самом толстом месте два раза вот скрепил, получается. Там у меня одно крепление, и там одно крепление. И хорош, хорош. Мне кажется, этого будет достаточно. Плюс сюда пойдет еще штукатурка. Мы же не будем тут как-то что-то. Тут еще штукатурки чуть навалится. Там мы запеним, сделаем пенную стенку, либо картончик проложим, чтобы туда не закидывалось, в случае, если что-то прижимало, чтобы ничего не давило. Чуть-чуть к пенке сюда накидаем, и все равно это еще штукатурочка сдержится. И будет хорошо уже так работать. То есть, такая конструкция получается, ну вот она уже работает. Один. Это один чувак. Одно такое крепление. И оно уже против такого движения уже как-то работает. Два будет работать лучше, чем один. Конечно, хорошо было бы, наверное, сверху хотя бы гвоздями прибить, через все вот это. Либо можно было бы засверлить сверху, если, я не знаю, сегодня буду с собственником встречаться, квартиры, той, которая сверху, спрошу, может, есть возможность. Но, скорее всего, нет. Там уже, пол заделали. И, можно было бы просверлить, попасть сюда, в этот брус, который вот здесь. Вот он. Вот такой вот брусик. Попасть в центр у него, да, чуть-чуть, отсюда контролировать, оттуда засверлить, каким-то, ну, таким диаметром побольше, и туда опустить кусок арматуры просто. Или стеклоарматуры, что тоже неплохо было бы. И таких сделать, несколько, не сам, там, 4-5 точек, и вообще, по каждой стенке было, вот это было бы вообще здорово, если бы так сделали. Это было бы супер. Ну, стекловолокомные, толстые арматуры на 12-е, и туда бы они тут вытарчивали, чтобы они держались за доску, вот там, и сюда, чтобы были опущены, чтобы в них было хождение какое-то такое. Это было бы, наверное, лучше всего. Но я, я, не то чтобы хотел, я считал нужным, если так надо, ничего я такого не хотел делать. Эти мелкие геморройные кое-что, мрази, короче, геморройные вот эти. Они очень, 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 вот так, вот так, вот так, вот так, и там еще не видно, потому что балочка, вот этот брусик, брусик, он находится за линией зрения абсолютно. И я вот вырезал в стукатурке, потому что в руки туда провязали, потому что иначе вот так вообще. Не то что не видишь, даже пролезть не можешь. Ну как-то так. Ну если получится, все хорошо с этой, и я думаю получится, и тогда это будет достаточно. Как по мне, этого будет достаточно, можно будет уже заниматься прям восполнительными какими-то штучками. А, Саша тут штробку пока помогала мне, и мы вот эту штробочку таки сделали, достали этот проводочек, давай я показывал. Достали, вот тут лежит проводок. Теперь можно будет его обратно туда проложить, туда, туда, туда вывести, и обратно на розетку провести. Там было чуть-чуть лишнее. Как раз нам плату сюда у него обнять, и сюда закинуть. Наверное, да. А под розеткой, скорее всего, не получится. А ну, тогда я пальцем подъеду. Да, не получится, там очень мало. Это центр, и там выбраны у них по-любому, и там буквально миллиметров пять не получится так продеть. Тонкая штукатурка, хотя крепкая, штукатурка очень крепкая здесь. Всем хорошо. Но под розетку не выйдет. Ну, ладно, закинем так, как было. Делаем так, как оно и было. Просто подвинемся провод сюда, чтобы хватило сюда его, как бы, укладку ему сделать, потому что иначе он вот так был натянут. Да, Саша хорошо мне с магнитиком подсказал, я сам теперь с ним там сражаюсь. Я думаю, на одну вот так будет норм. Я там с той стороны сделал, на две, а тут я подумал, что такого укора хватит. И все против меня, даже этот магнитик вонючий, не тот вот против меня, он мне ворует ключик. То есть я чуть-чуть, чуть-чуть вот так, чуть-чуть, и может можно крутить. Очень, очень неудобно. А не то, что ною, что неудобно. Я думаю, я говорю, что слесаря какие-то, но у них хотя бы инструментарий есть. Мне бы этот ключ был, был бы длиннее, раза в два, да. Конечно, не подготовленным таким занятием. Вот таким вот, вот так, чтобы попадать туда и что-то еще крутить. Вот так, и она так может закрутить потихоньку, конечно, но иногда магнитик здоровый, вот так делает, все. Ну, слава богу, еще одна, еще одна, еще одна фактически готова. Там я уже дальше докручу, наверное. Потом выкрутить можно как-то. И, наверное, после этого уже хорош, хорош развлекаться этими железками. Да уж. Хорошо, они мне время не подожрали так, прилично. Я за это время, я с Сашей говорим, что мы за это время уже можно было, не знаю, заштукатурить что-то, зашпаклевать весь потолок раза три, наверное. Пока эти вот, минус гул, тут, шевелил вообще. Так, пока я там занимался каким-то, другими делами, Саша уже, смотрю, накрутил этих саморезиков. Вот. Ну что, тут понятно, наверное, тем, кто смотрит наш этот самый канал, тут понятно, что мы делаем, но мы делаем это не полностью, не в сплошную, как бы, не все подряд. По необходимости. Чего говоришь? По необходимости. Делаем по необходимости, потому что, опять же, мы здесь делаем ремонт, некий ремонт. Если мы упускаем вот эту часть, то, что мы там будем делать с карнизом самим, то это просто ремонт, просто ремонт. И тут вариации, может быть, сколько угодно. Можно накрутить там, не знаю, там, вот так вот этих саморезов, там, 20 тысяч штук на квадратный метр, ремонт. И мы выбираем здесь ни одного. Может быть, здесь вот чуть-чуть, где были самые яркие, такие активные трещины, может, потолок что-то прикрутим. Больше нет. Нас интересует здесь только целостность карниза, потому что он толстый. И по карнизу мы поработаем саморезами, а в плоскости нет. Да, расширили, да, расширили. Это будет, по нашему мнению, достаточно. То есть, это вот, ну, как бы, в рамках такого ремонта. Это мы, опять же, повторюсь, сейчас не рассматриваем. То, как бы, отдельная история с этими плоскостями, с выкривлениями и так далее. Вот так. Значит, подтягиваем саморезами то, что считаем нужным подтянуть, как бы, то, что вот какие-то трещины прямо именно в карнизе, которые не нравятся, прямо, которые могут быть аварийными. Что-то на потолке, но не полностью. Не каждую трещину, так как мы работаем, тогда полноценно занимаемся, как бы, восстановительной деятельностью, где мы каждую трещину, там, как бы, таким вот, каким-то зигзагообразным методом все пришиваем, все, что видим вообще абсолютно. Здесь мы так не поступаем. Но, опять же, это вариация, это мы так, вот, мы так решили сделать. Потому что нас поджимают сроки, в первую очередь. Тут одно видоизменение, которое, это то, что здесь довольно глубоко, здесь довольно глубоко, нам надо прикрутить карниз, мы прикручиваем его обычными 75-ми саморезами, как бы, вот так он выглядит, он довольно, наверное, вот здесь толщина у него начинается, наверное, на 10 сантиметрах. И здесь, наверное, он, наверное, 20, можно предположить, что он 20. И там довольно глубоко получается туда, и поэтому хорошо просверливать. то есть, сделал потай пером, да, потом просверлил и потом закрутил. Так удобнее, так легче закручивать. Потай есть. И сверлом, а потом дальше уже этим самым. Ну, там глубоко, так более эффективно поступать. Вот так. Можно так делать. Можно так делать, можно так не делать. Можно еще мастер-класс делать. С двух рук? Мастер-класс прям, каждой рукой будешь мастер-класс делать? Или что? Или поочередно, или всеми вместе руками? Ногами? Ну, не надо так делать. Ладно, это все то, что опять же, то, что расшито, то, что мы видим расшито, это мы так расшили. Оно не было такими дикими трещинами, это просто были, ну, как бы просто трещинки, которые вот так расшиты. Изначально, когда мы сюда пришли, это было чуть-чуть вскрытое, как бы вскрытый вот этот мел, чуть-чуть не стали. Ну, естественно, когда взялись за это, получилось вот так. То есть, я потрогал, женись. Ну, как бы вот, всегда работает, вот эта история работает всегда. Потрогал, женись. И здесь, в этой комнате, то же самое. Все то же самое, тоже подтягиваем. Вот, чутка вдоль трещин. И так, и так. Главное, вот этот кусочек карниза, он довольно слабенький, он там довольно тонкий внизу, и как бы, его очень даже нужно вот так подтягивать. Ну, пока вот так. Пока вот так, дальше грунт, один, а потом будет второй. Два грунта, и можно будет уже работать с этим. А, ну, и надо будет пена еще туда. Я не знаю, скорее всего, не будет здесь присутствовать, а может будет, это будет происходить. Туда пена, в эти щели огромные, да, и там будет место, куда еще клей пена пойдет, но не здесь, в другом, в другой комнате, в другом помещении. И в целом, это будет готово полностью под штукатурное восполнение. И угол у нас там где-то лежит, за окошком вот там. Ну, такая еще история, да, тут пол такой, для понимания, это я вот держу сейчас горизонт, он реально уходит, отпусти ее. Приблизительно такой тут пол, то есть тут реально понятна причина, почему она так сделала, потому что тут весь пол, он так, прям вниз, тура, то есть если ее оставить, она катится сама. Она от тебя, она убегает от тебя просто. Ну, лови ее, сейчас она в стену воткнется, смотри, смотри, она едет сама. Тут аномалия какая-то, как-то так, поэтому она вот так и сделала, что все это получается от несущей стены до той несущей стены, оно как бы вот, вот так, как-то так. Ну, и тут так же, везде одинаково. Да, реально катается сама просто. Роман обещал, что вот эти вот отверстия в карнизе, которые он делал для того, чтобы узнать, насколько просил сам карниз, мы эти отверстия заполним клеем специальным. Вот у меня в руках этот клей. Как видите, это пена низкого расширения. Я там все потрясла, подготовила. И сейчас попробуем задуть. В одном месте уже попробовала. в одном месте уже попробовала дуть, поэтому сразу же работаю. Тем не менее, все равно это все фактически вслепую. Ну, я надеюсь, что хоть какой-то будет эффект от этого действия. Ну, и, соответственно, прохожусь по всем отверстиям, которые мы сделали. точно таким же образом. Висят пенки. А я тем временем добиваю остатки баллона. Вот в эти полоски. Заднюю с этой стороны еще подклеим. Хорошо выходит. и сюда может что-то подклеится. Ну, и, конечно, везут эти огромные щели, чтобы туда не падал раствор. Плюс дополнительные другие зарядки. Ну, это, я знаю, в мое мнение, может быть, я сильно ошибаюсь. Ну, я просто выработал всю эту пену. пена схватилась, излишки отрезаны. Эта огромная щель теперь выглядит так. И я уже занимаюсь грунтованием. Использую для грунтования пуц-грунт. Он как раз с песочком. Как это выглядит? Интересно, слышно или нет тут такие прекрасные критичаек. А я вам хочу рассказать о том, что потолки подготовлены под штукатурку. Начинаю с этой комнаты. Начну с самого крупного. хочу, ну, как хочу, надо изначально восстановить вот такого плана кусочки. Этот потому, что крупный. Этот потому, что мне нужна будет опора здесь, этот кусок. Соответственно, здесь мы продолжаем. Вот верхнюю часть по потолку этот кусок. Также в этом углу. И дальше я уже буду колдовать со всякими шаблончиками. что-то просто стало интересно. Я сейчас плюхнула половину мешка штукатурки МП-75. Это где-то 15 кило. Из него получилось 20-литровое ведро штукатурки. И самое интересное, я хочу посмотреть, сколько это будет в карнизах. И в карнизах это практически ничто. Это даже не чуть-чуть. мешок номер два. Что прибавилось? Ничего. И это у нас минус третий мешок. Смотрите, что получилось. Здесь нет дыры, нет дыры, нет дыры, и там тоже нет дыры. и уже я начала делать красивое примыкание, выгибать эту тягу, чтобы она была одним целым. тягусь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь общая картина того, что же у нас все-таки получилось После того, как мы израсходовали целых 3,5 мешка штукатурки Заново заделаны трещины на потолке Восстановлены достаточно сложные утерянные кусочки карниза Особенно в углах Практически по всему периметру восстановлено примыкание потолочной части и части на стене карниза Ну и, естественно, все трещины, следы укреплений Немножечко саморезики на розетках Всякие мелочи Стою и спутываю немалый такой трепет по поводу того, получится у меня сделать это или нет Я придумала шаблончик И сейчас покажу его вам А потом попробую что-нибудь сделать с помощью него Напомню, нужно свести верх карниза Оставшийся с оторванной частью Которая очень сильно поднялась вместе с потолком Шаблон я сделала из арголита Весьма примерный Примерно так это выглядит Сильно подгонять не стала Потому что все равно тут очень сильное искажение от мела И, в принципе, я хотела силуэт оставить более-менее четким А в конце всего этого безобразия шаблон становится примерно вот так И сразу же мы видим, что искажения происходят очень сильные Поэтому после работы шаблоном, скорее всего, я буду что-то еще видоизменять Уже работать правилами, либо дополнительными шаблонами Ну и основная задача, конечно же, соединить вот это вот продолжение вместе с этим Буду снимать снизу, потому что в процессе совершенно неудобно вести съемки Я отказалась от идеи шаблона И так как рисунок достаточно простой, я делаю это все правилом Как видите, линия ровная есть Рисунок есть Незаметное искажение Или заметное Существует Но пока все идет В целом неплохо Как задумывалось Мне сейчас главное попасть в рисунок Самое сложное осталось И я со всей гордостью заявляю, что все получилось Зря переживали Специально встала примерно в центр комнаты И смотрим, насколько искажения вообще заметны Сейчас оно, конечно, темное и немножко пугает своим видом Когда все станет однородное белое, это совершенно не будет бросаться в глаза С этой точки смотрим Геометрия не изменилась И с этой точки, откуда как раз больше всего был виден вот этот вот прогиб карниза Мы видим, что, да, рисунок сильнее раскрылся Особенно на всей длине Он раскрывается и сворачивается вот к тому углу Я там еще буду работать Так что он тоже немножко вывернется Потому что там сильное смещение Так что будем конечный результат смотреть уже после окраски И вот в этой комнате самая сложная работа уже проделана У меня осталась такая ненабряжная работка Заделать все трещины на карнизах и на потолке А вот и результаты Пускай у вас голова закружится Так увлеклась работой, что забыла поснимать, чем же я вообще занимаюсь И сейчас я могу вам продемонстрировать только результаты проделанной работы И вы можете наблюдать результаты проделанной работы Все, что было штукатурено, пошкурили, загрунтовали И сверху накрыли гипсовой шпаклевкой Как можно наблюдать, все стало более светлое, аккуратное И вот внимательнее, если посмотреть То, что доделывалось штукатуркой, уже выглядит совсем родным Совершенно непонятно, которые детали восстанавливались Которые детали родные И вот наш переход То место разрыва Оно Незаметно Невооруженным взглядом Если знать, куда смотреть, конечно же Вы все увидите Здесь С другой стороны карниз гораздо уже получается Но если специально не сравнивать Все вполне аккуратно выглядит Следующий этап у нас покраска На момент съемки в этой комнате Я успела пошпаклевать потолок на два раза Из-за того, что, как помните, там были рваные куски Пришлось выровнять слой Поверхность потолка выровнять Что-то приседаниями поднимался так долго Вот так мне идут С гантельками Встречаюсь с гантельками Я тут не был очень давно Приветики О А, ну вот, то, о чем я говорил Я же не видел этого всего То, о чем я говорил Если бы не знал, куда смотреть, я вообще ничего не понял Круто Очень-очень круто Ну да Я знаю, куда смотреть Но если бы я не знал, куда смотреть То это было бы нормально Отлично В принципе, на это мы рассчитывали, да? Да Пойдем посмотрим Там они уже, наверное, что-то сняли Берс, камеру подними А, тут тоже, да? Разнос Тут тоже Ну тут это такое Тут непонятно, кто виноват, кто прав Да? Тут мигает эта штука Большая часть тысячи была Ну, естественно, была Большая часть была Что-то было Что-то стало Ну, типа Понятно, что После таких происшествий Надо бы нам поправить это Ну, хорошо Отлично Ладно, это мне не очень интересно Мне больше там интересно Пойдем туда Тут уже даже все сняли Все сделали И опа А ну-ка О, да О, да Ну, да Ну, да Вообще круто Ну, как будто бы, да Как будто бы ничего здесь не происходило Что-то, как-то там Все беленько, чистенько Красиво Сняли эту самую Сняли клееночку Потом доделали Сначала не покрасили Я не знаю, там есть видео, нет? Покрасили сначала до рейки Потом сняли рейку с клеенкой Потом не задоделали И все чистенько Как будто ничего здесь и не происходило Замечательно И там мои Остались погребенные эти мои штучки Где я часами сидел Отлично Отлично Замечательно Ну, да Что-то изгибчик там То это Но все белый глаз не цепляется абсолютно Прекрасно Просто прекрасно Очень хорошо Ну, чего Мы пришли Дозакончить Чуть-чуть И убрать полностью Освободить комнаты Чтобы они могли тут Логистику свою С вещами устраивать Собственники Так Саша, наверное, что-то Большую часть она постимала А что-то, если не сняла Ну, и оно и так понятно Все, что было расшито Все заделалось Все зашпаклевалось И так далее И тут будет И в этой квартире Будет такое Я знаю, как это будет Но у нас нет возможности На это повлиять Когда включат Здесь отопление И здесь пойдут Где-то микротрещины Обычно В большом каком-то объеме Обычно мы этот процесс Пережидаем Мы дожидаемся И получается так Что мы наблюдаем это И можем что-то заделать Здесь мы не сможем Ну, потому что будет мебель Уже люди будут жить Поэтому какое-то Микротрещивание Здесь неизбежно Из-за того, что Ну, как бы Температура поменяется В лазерном режиме И так далее Ладно Давай посмотрим на это Еще раз Потому что больше мы Скорее всего В эту комнату Уже не попадем Вот так это получилось Это получилось Конечно, очень хорошо Саша, ты довольна, да? Да Очень довольна Это лучшее, что было с этой комнатой Или лучше, что было с тобой Что происходило с этой комнатой Со мной Мы вообще в целом Вчерашняя тренировка Это лучшее, что происходило со мной Ну, ладно Спортивная Саша Мы в целом всегда В обычном режиме Лучшее, что происходит с комнатами Когда мы в них попадаем Это когда мы с ними что-то делаем На самом-то деле Если быть честным Ну, на самом деле А так-то что? Ну, да Наверное, да Это тянет на Такой-то быстрый Поточный Косметический ремонт Вполне себе тянет Ну, плюс с усложнением В виде вот Вот этих вот Бывших трещин Которые сейчас Когда мы на них смотрим Если бы мы не знали о них То мы бы вообще Ну, как бы И не подумали бы даже Если бы какой-то там Покупатель, например Зашел бы покупать Такую квартиру Ему сказали бы Это все старый интерьер Он такой бы Да-да, окей И такой И да, это классно Да Ну, это старый интерьер Да, это старый интерьер Ничего особо не поменялось Ну, на самом деле Это было сложно И вы видели, как это было Так что Вот такое все покрашенное Пятен нигде нет Никаких пятен нет Все хорошо Люстры я все-таки Оставлю собственникам Я не буду их цеплять Потому что я не электрик У них тут есть какой-то Электрик знакомый Ну, они подсветят Сами зацепят их Либо еще как-то выйдут Из этого положения Но я не хочу заниматься люстрами Потому что мне придется Скрубку там делать какую-то Оставлять Не хочу Ты же личный специально Так что вот Посмотрим еще раз Посмотрим еще раз Все хорошо Все классно Все покрасено Ну, как бы вот Поточный ремонт И пойдем посмотрим еще Ту зеленую комнату Так И надо будет Да, вещи, вещи Все надо убрать Очистить Снять арголит Снять картон И причем Часть надо оставить Чтобы еще в одну комнату Занести Как-то так Ладно, смотрим Как здесь получилось Особенно нас интересует Вот этот угол Да И вот тот угол Который мы сняли Ручками своими Который чуть-чуть Не упал у нас Вот Вот так это Получается Все Нормально Когда смотришь Где-то Чего-то И не знаешь Что здесь было Как здесь было Ну, как бы вообще Каких-то Ну, как бы Все норм Все хорошо Все выглядит очень хорошо Вот И вот Вот так Над печкой Ну, да Да, есть такое Ну, как бы Геометрическое искажение Мы о нем знаем Те, кто не знает Если бы его в первый раз Завести в эту комнату Он бы подумал Что так оно и надо Ну, как бы Да Так оно и надо Значит, все хорошо Все удачно Все выглядит хорошо Все посвежело Ну, вполне себе Такой поточный Быстрый, поточный Косметический ремонт Да, я говорю Что в эту комнату Мы тоже, скорее всего Уже не попадем Поэтому посмотрим Посмотрим еще разочек Вот так И вот так Предстоит нам Когда здесь Как-то Я не знаю Как они будут Ну, как-то Они растащат Все вещи Они хотят вернуть вещи Они все сложны Вот здесь Прям в одной комнате Лостом Комната вот такая Тут, тут Скорее всего Я не буду показывать Когда начнется здесь Поснимаю как было А потом покажем Как стало То есть, тут какие-то Процессы все будут Одинаковые Тут вот Вот там Над нами Кое-что происходит Только Но нам туда не пробраться Поскольку до самого конца Вещами Эта комната Просто вот так Заполнена полностью Ну да Жилая квартира Вот так это как-то выглядит И надо будет Потом здесь поработать Еще Ну, я думаю Поснимаем Осталась нам эта комната И, по-моему Еще кухня А, ну и Саша Еще в прихожей Тут чуть-чуть Подросшил Я говорил, да Что вот в этом коридоре Нам повезло Очень сильно Здесь Гипрок То есть, здесь нету Соприкосновения с потолком То, что там с потолком Происходит Здесь Конкретно Вот это Это помещение В этом не участвовало Слава Богу Также там ванны Туалеты Они тоже там С каким-то потолками Там отдельные потолки Какие-то ремонтные были То есть, там все хорошо Здесь потрещало Непонятно когда И непонятно где Но Понятно, что Надо сейчас это сделать Сделаем Так же Замажется Все и закрасится И здесь Получается еще кухня На кухне Очень мало Влияние Очень мало Максимум Вот здесь И там Я смотрю Так Чуть увеличим Вот там Какая-то чуть-чуть Как будто бы Там где-то трещина Небольшая А там Чуть у трубы Что-то выпало Здесь Минимально Прямо Минимальное воздействие Я надеюсь Я надеюсь Что мы сможем Быстро сделать Это А нам надо Быстро сделать Чтобы сюда Люди могли Заехать Быстро И начать жить Потому что Уже холодать Начинает То есть у нас сейчас Середина августа И желательно Нам за пару недель Прямо уйти отсюда Ну очень Подольше Но у нас Крайний срок Был заявлен Как бы Первая декада Сентября И надо Чтобы уже вообще Чтобы нас здесь Не было Поэтому такие скорости Поэтому надо Что-то Естественно Какие-то технологические Процессы Мы можем Упустить Упустить Какие-то вещи Поскольку Нам надо Делать Ну Для того Чтобы людей Можно было вернуть сюда На проживание И обратно На постоянное место Жительства А они тусуются Живут на даче Вот И там они не смогут Долго находиться Особенно Когда стоит холод Так что Как-то так Ну Самое главное Самое главное Это конечно Решение вопроса С этой Аварийностью С этим Неприглядным Внешним Видом Видом Неэстетичным И что-то В таком духе И решили Как говорил Олег Вы знаете Какое Сомнительно Но Окей То что Это все Появилось Из-за Того Что В подпрыгнут Потолок Может быть Но не в таких Количествах Да Здесь разрыв Но он тут Был всегда Я вижу Это по замазкам Которые Были сделаны До нас Вот это Это не родное И это не родное Это тоже Не родное Вся Вся вот Эта Вот Замазанная Часть Не историческая Алебастер Общий вид Разрушений Плачевный Уху Получится ли У нас Это поправить Конечно Придется Попыхтеть Обязательно Станет лучше Чем было Безусловно Крепче Чем было Сто процентов Еще Видео Вблизи Этой Самой 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 Мерзкой Трещины Приготовила Нож Чтобы Начинать Демонтаж Нож Нужен Демонтаж Происходит Самостоятельно Видно Видно Как вот Замазанная Какой-то Шпаклевкой Или штукатуркой Свеженькой Ну говорят ЖЭК Ремонт Делают Вот Такие Ремонт Уже Сделают Эй Что Оно Еще Закупается Все Смазали Тебе Петлю Все Уже Ну по сути Вот оно Разошлось Сколько На сантиметр На самом деле Все Остальное Это уже Было И так Как оно Было Сделано Кое-как Оно С легкостью Развалилось Это тоже Вот оно И не Держится Совсем И не Хочет Держаться Потому Что Она мел Намазана Впыль Намазана Такое Себе Самое Противное В этой Ситуации То Что Мы Очень Сильно Ограничены Во времени Куча Условий Что Тут В общем-то Нам не Поправить Даже Чуть Не получится Приложить Руку Базовую Расширку Грунтовать Замазать И В общем-то Все Дальше Покрасить То есть Если По-нормальному Делать То Вот Это Все Дезобразие Нужно Удалять Кошмар Какой-то Все Сыпется Вот То есть Этому Ремонту Конечно Грош Цена Вот Но Мы Зажаты В Какие-то Ужасные Условия Которым Вынуждены Следовать Такие Ремонты Это Вот Даже Не Знаю Не Хватает У меня Слов Разумеется Весь Таталибаср Отваливается От Легкого Прикосновения Что-то 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 Есть А Есть Разбитая Комната Которая Нужно Срочно Делать Все Как Обычно Как И во Всех Наших Роликах Прикручиваем Прикручиваем Оцинкованными Саморезами Шайбами Шайбами У меня Кузовные 6 На 18 А Когда Загрунтовали Тифинг Грунтом Устроили Небольшую Пенную Вечеринку И Продолжаем Грунтовать Под Грунтом А Про Свои Штукатурки Я Забыла Снять Но Вы Уже Можете Увидеть Насколько Все Заштукатурено Дырок Никаких Нет Этих Всех Ужасных Трещин Теперь Не Стало Уже Цельный Карниз Сохнет Дожидается Шпаклевки Чтобы Было Все Гладенько И Сладенько Этот Уголок Тоже Поправила Только Посмотрите Какая Прелесть У меня Получилась Вот Это Красота Сейчас Я Ее Зашпаклю Точно Так же Как Предыдущую Красоту Наконец-то Наконец-то Я сюда Пришел А тут Темновато А тут Готово Тут Ничего Не Видно Все Перекрашено Я же Снимал Когда Тут Были Еще Трещины Саша Тут Все Задел Это Прихожая Получается Вот Прихожая Все Готово Туда В этот Коридор Мы Не Ходили Там Ничего Не Делали Потому Что Там И так Было Все Классно А тут Кухня И Кухня Все Готово Ты Не Снимала Кухню Нет Ты Не Снимала Кухня Не Снимала Как Что Делала Ну Тут Понятно Тут Я Когда Снимал Тут Были Трещины Здесь Трещина Была Здесь Трещина И Вот Там И Теперь Тут Чего Там Она Сделала Сделала Она Здесь Так Все Классно Тут Все Круто Все Хорошо И Замечательно Как Будто Здесь Ничего Не Происходило Я Зашел Первый Раз Я Вообще Первый Раз Вижу Эту Комнату После Того Как Мы Заходили Смотреть Что Тут Происходило И Вот Сейчас Зная Об Это Я Знаю Куда Смотреть Я Посмотрел Вот Сюда Я Знал Ничего Непонятно Потолок Все Норм Все Хорошо С ним На самом Деле Тут Было Видно Что Огромный Разрыв А ну Сейчас Может Она Как-то Сфокусируется Наверное Не знаю Откуда Посмотреть Дневной Свет Закрывает Все Ну Вот Так Все Вот Там Был Разрыв Помню Мощно Там Было Поломано В Этем Самом Углу Ну Сейчас Стало Лучше Наверное Как Получше Чем Было Вот Так Я Пришел Интервью Рассказывай По поводу Происходящего Ты же Всегда Сама Сделала Мощную Работу Такую Крутую Под Моим Чутким Неустанным Руководством Прошу Заметить Ну Что Да Особенно Твое Чуткое Руководство Не очень Помодовало По моей Работе Ну Видишь Все же Хорошо Закончилось Что Ты Думаешь По поводу Вот Этого Всего Серьезно Так Тебя Учение Серьезно Я бы Не хотела Снова В некоторых Случаах Можно Делать Так Мы Так Можем Делать Но Не Постоянно Это Все Так Немножко Противоречит Нашей Реставрационной Религии Потому Что Красить По старому Покрытию То Еще Наказание Ты Не Знаешь Начнет У тебя Это Все Кракелюрами Покрываться Или Не Начнет Поэтому Желательно Все Весь Курс Работ Которые Мы Обычно Производим Но Здесь Вы Видишь Здесь Были Такие Условия Где У тебя Не Было Вариантов Особых Надо Было Только Так Это Везде Сказано Мы Были Поставлены В Очень Жесткие Рамки Временные Скоростные И так Далее Соответственно Двигаясь В них Мы Уходили Работу Я Считаю Что Очень Хорошо Отлично Ты Очень Хорошо Отлично Поздравление Спасибочки Лайк Лайк Тебе Че Говорит Криво Давай Будем Переснимать На самом Деле Нет Не будем Ничего Переснимать Нормально Все Как Есть Это Реальная Ситуация И Это Все Живое То есть Не Срежиссировано Натурально Натурально Что я Думал По Этому Поводу Я Придерживался Здесь Я Стал Классным Руководителем Я Качественным Кайфовым Руководителем Я Ей не Мешал Я Просто Не Мешал Саше Я Просто Создал Условия Чтобы Она Могла Здесь Развлекаться И Она Здесь Классно Развлекалась И У нее Это Получилось Ну По Моему Мнению То Самое Главное Было Создать Ей Условия Для Раскрытия Потенциала Она Раскрыла Свой Потенциал Классно Это Она Довольно Радовалась И Ей Было Прикольно Потому Что Эта Работа Она Не Имеет Во-первых У нас Не было Такого Опыта Этого Рвань Создавать Дичь Делать Такого Опыта У нас Не Было Именно Таким Образом И В Таких Скованных Таких Условий Такое Что-то Производить И Пытаться Натянуть Там Не знаю Кого На что Это Было Сложно Это Было Непонятно Как Делать Самое Сложное Когда Мы Вообще Когда Часто В ролик И Везде Я Когда Говорю Даже Закаченки Говорю Эта Чуваке Это Просто И Не Имеется Ввиду Что Это Просто Для Мят Так И Оно Получилось Нет Имеется Просто Не Надо Думать Не Надо Придумывать И Просто Это Значит Взять И Сделать Взять И Сделать Руками Это Может Быть Очень Долго Это Может Год Но Это Просто Просто Делается За Просто Это Просто Просто Это Когда Понятно А Когда Непонятно Это Сложно Это Сразу А Как Лучше А Как Будет Тут А Чего Так И Естественно Получая Какой-то Опыт Становится Все Становится Проще Не Быстрее Не Легче Зачастую Медленнее И Тяжелее Но Проще Я Надеюсь Это Донес Мысль Возвращаясь Обратно К Чему К Потому Что Саша Начинала Эту Работу Она Типа Она Действительно Радовалась Тому Как У нее Получилось Подвыкливить Подогнуть Так Чтоб Это Визуально Стало Невидимым Фактически Для Непосвященного И Это Действительно Получилось Это Получилось Классно Это Очень Прикольный Опыт Очень Прикольный Опыт Наверное Для Нас Всех Так Можно Делать И Мы Получили Такой Прям Серьезный Опыт Только Потолки И У нас Возможно Теоретически Будут Еще Такие Проекты Где Мы Будем Делать Выполнять Работу Только На Потолке В Неремонтируемой Квартире Где Ремонт Не Производится Где Надо Защищать Хорошо Пол Обои Прямо Эту Линию Обоев Защитить Чтобы Ничего Ничего Только Работать С Что этом Скорее Всего На Таком Позитивном Ключе Я Могу Завершить Этот Видеом Материал До Свидания Всего Доброго Пока Пока